Продолжение следует... Продолжение следует... Хотя я вообще на Кэтрин хотел выйти... Недобрым бывает утро, когда она недобрая только для тебя, а всем остальным она кажется прекрасным... С улицы прямо мне в лицо ярко светило солнце, в комнате было на удивление тепло даже после сентябрьской ночи... Я перевернулся на другой бок, но сразу понял, что заснуть уже не удастся... Мне все равно какая будет концовка, я планирую Кэтрин, поэтому будь что будет, если будет хорошее, будет хорошее, если не будет хорошее, то и ладно... Мы все равно пойдем на Кэтрин... Да теперь я понял, что на крышу к Кагомы ходить нельзя... Воспоминания о вчерашнем вечере начали проступать в памяти кусками, как элементы мозаики... Вскоре выстроилась более-менее цельная картина, я поблагодарил вчерашнего себя за то, что он вовремя остановился... На часах было еще довольно рано для утра субботы, но самое время для открытия ресторана... Я кое-как сел, встряхнул головой, затем встал и шатаясь, побрел в ванну... Прохладный душ взбодрил меня достаточно, чтобы действовать... Сто мне сказать, хватит ли о Сакуре с Кавашимой одного дня, чтобы прийти в себя, но терять время сейчас нельзя... У меня не было четкого плана действия, я даже не знал, что собираюсь сказать о Кагомы... То ли точно одно, если я сам ее втянул во все это, то мне и расхлебывать... Телефонная трубка выдавала ничего не значащие длинные гудки один за одним... Я звонил еще и еще, но никто так и не ответил... Очень странно... Можно было бы понять, если бы я звонил Химицу или Кэтрин, но Кагома ведь живет в ресторане... Очень странно... Может быть им телефон отключили за неуплату... Я не успел окончательно крутить себя мыслями о причинах того, что мне не ответили... Потому что эти мысли прервал дверной звонок... Вдруг это Кагомы... Я бросился открывать... За дверью стоял... Кагимару... С тобой желает поговорить Кабаяшу Дону... Коротко бросил он... По всему было видно, что в это погожее субботнее утро... Кагимару предпочел бы находиться где угодно, но не на пороге моего дома... К мозгу боролись друг с другом различные варианты ответа... Но те, кто предлагали отказаться, быстро проиграли... Можно мне хотя бы одеться? Валяй! Только недолго... По пустым улицам субботнего Тотио... Дорогая европейская машина быстро несла нас к офису Кабаяшу Корпорейшн... Я не решался заводить разговор с Кагимару... Потому что был уверен, ответа все равно не получу... Неужели все дело в том, что Элли предложила мне стать басистом в своей группе? Или меня везут убивать за то, что я плохо играю на басу? Оба варианта казались нереалистичными... Даже на фоне всех происходящих в последнее время событий... Так или иначе, за свою жизнь я мог быть до определенной степени спокоен... Слишком много сложностей для людей, обладающих такой властью... Значит, от меня хотят чего-то другого... Бесконечная минута ожидания в лифте... И вот я вновь оказался на бок и весть каком этаже... В огромном кабинете Кабояши Дзюна, главы Кабояши Корпорейшн... Буквально неделю назад, здесь ровно на этом же месте... Он вызывал у меня не меньше благовения, но куда меньше страха... Наверное дело в том, что мы сами пришли к нему... Пришли с определенной целью... Запасшись хотя бы минимальной уверенностью в себе... Теперь настала его очередь требовать... Николай... Очень рад, что нашел время зайти... Присаживайся, пожалуйста... На ватных ногах я подошел к столу и вплюхнулся в кресло... Который показался мне чересчур мягким... Как у тебя дела? Как в школах? Все хорошо, спасибо... Я рад это слышать... У молодого человека, который так-так сильно заинтересовал мою внучку... Должны быть отличные оценки... Значит речь все-таки пойдет об Элли... О чем еще? Да я бы не сказал... Ты уже догадался, что я подвал тебя сюда не для того, чтобы обсуждать твою успеваемость... Он сверкнул глазами и вот это уже было по-настоящему страшно... Ты должен понимать, что у меня существует определенные ожидания в отношении Элизабет... Они конечно аналогично распространяются и на ее круг общения... Если вы про то, что они позвали меня басистом... Глупо залепетал я, но КБС и Джун не дал мне закончить... Конечно, это тоже деликатный момент... Разочарованно вздохнул он... Я не одобряю подобных увлечений Элизабет, но и не могу всего и запрещать... Когда были живы ее родители, они как я всегда говорил... Слишком много себе позволяли, но теперь когда их больше нет с нами... Он встал, заложил руки до спины и подошел к окну... И было в этом действии что-то такое человеческое, простое и по-старчески бессильное... Ты на мгновение забыл, что передо мной тот, кто по щелчку пальцев может обрушить фондовые рынки во всему миру... У Элизабет больше никого не осталось, кроме меня... Я не хочу, чтобы она считала, будто я какой-то тиран... Он повернулся ко мне и продолжил все тем же тоном мудрого профессора... Читающего лекцию... Но только пока это ее увлечение не выходит за рамки разумного... Поверьте, я полностью с вами согласен... Я рад это слышать, однако вчера ты был в том подвале, где она репетирует... Эли Элиссан просто пригласила меня послушать... Тогда тебе, наверное, будет интересно узнать, что она не часто приводит туда гостей... Я никак не мог понять, к чему он клонит... Что конкретно изменилось от того, что я вчера побывал у них на реп-базе... На репетиционной базе... Николай, я очень ценил вклад твоих родителей в общий успех Кобояши Корпорейшн... Неожиданно улыбнулся он... Вы уже говорили... И тут ко вполне объяснилому страху перемешалась злость... Но я сдержался... Да, прости, старика, память уже не та, что в молодые годы... Кобоявший Джун замолчал просто пристально смотря мне в глаза... Такой взгляд невозможно было выдержать долго... Кобоявший сам, я не понимаю, что я здесь делаю... А сам ты как думаешь? Я не знаю... В каких отношениях ты с моей внучкой? В каких отношениях? Повторил я... Что это? Дедовская забота? Гипероп... Гиперопека? Ну какого чёрта тогда он приплёл моих родителей? Губоко внутри начала разгораться ярость... Когда даже самый слабый зверь загнул в угол... У него остаётся только один выбор, сражаться... Действительно ли от моего ответа что-то зависит? Если меня сюда привели, просто чтобы поговорить, то рано или подно отпустят... А если это такая игра кошки с мышкой... То мнение последней вряд ли имеет значение... Намекнуть на серьёзные планы в отношении Элли всё отрицать... Ну я подумаю, надо было бы отрицать... На чем нам с Элли? Ну я... По своему опыту... Считаю, что наверное лучше не вмешиваться... В дела КБ Яши Корпорейшн... Тем более с внучкой... Зная, что эта крупная компания... Эта крупная компания может для тебя легко избавиться... Как избавилась от родителей нашего главного героя... Хотя это ничего и не подтверждено... Я буду всё отрицать... Намёка на серьёзность... Я никакого там не видел... Я не... Не собирался... Я не собирался... Я хотела выйти на Кэтрин... Поэтому я буду всё отрицать... Боявший сам... Мы просто учимся в одной школе... Не более того... Это чистая правда... Мне даже не пришлось врать... Но упал на тебя... Я не собирался на тебя давить... Вдруг смягчился он... Я просто хотел, чтобы её... Скажем так... Увлечения не переходили к грани дозволенного... Видимо это значит, что мне стоит отклонить предолжение Элли... Мы поняли друг друга, Николай? Поняли? Тогда Кагемару проводят тебя... Становиться басистом не надо... То есть... Ему эту наруку, что басиста не станет? А может он для того басиста... Того... Тоже специально... Напугал... И тот уехал из города? Возможно так... Возможно да... Он пытается... Разрушить группу Элли... Может быть и такое... А чё... Почему нет? Выйдя из офиса КБС корпорация... Последовательно ощутил голод... Золоти растерянность... Потому что... Если бы... Басист... Ммм... Ну то... Он узнал, что басист... Басист как бы... Уехал... Тот... Тот сделал же держал слово... Ну... Теперь типа Николая зовут новым басистом... И видимо... Дочка всё... Внучка всё рассказала... И он такой... Ах... Эх... Я хочу разрушить группы внучки... Я хочу, чтобы внучка не занималась с этим делом... Ну... Понятное дело... Что... Взрослые люди не такие... Выйдя из офиса КБС корпорация... Я последовательно ощутил голод... Злость... Растерянность... Он не хочет, чтобы она была певицей... Он хочет, чтобы она была наследницей... Вот этой вот корпорации... А если она была певицей... Как она будет наследницей? Как она будет наследницей? Вот... На самом деле... К чему всё это представление? Чтобы доступно втолковать мне... Что не стоит общаться с Элли... Достаточно было одного Кагимару... Или дед тоже считает... Что я что-то знаю... Прячу какие-то документы... И всё в этом духе... А чёрт... Я бессильно вырубался... И быстрым шагом... Направился прочь... От этого проклятого... Барадура... Барадура... Желудок уже начинал... Конвоксировать сам себя... Образуя чёрную дыру... К счастью... Найти дешёвый рамен... В японской столице... В 1987 году... Не так уж сложно... Дешёвый рамен... А чему они отличаются... Те рамены? Сытые... Немного успокоившиеся... Я шёл по полупустым улицам... В сторону дома... Я никогда и не ел рамен... Не знаю что это... Конечно... Надо было ещё раз позвонить... Кагомы... Но после всего случившегося... Её проблемы для меня... Отошли на второй план... А вот всё друзья... Или сегодня тоже выходной... Люди в последнее время... Доставляли мне слишком много проблем... Поэтому я решил пойти туда... Где их меньше всего... В парк... Я думаю... За нашим героем... Все следят... И КПШ... И корпорейшн... И советская разведка... И американская разведка... И японская разведка... Все следят... Но почему-то наш герой... Этого всё конечно не подозревает... Ну... Слежка она такая... Как вообще... Всё дошло до этого... После собственной жизни... Я получил роль Ромео... Только вот за мной... Не стоит... Не стоит погрузить... На семья Монтеки... А мне кажется... В его одежде... Куча жучков... И он их и не замечает... А компания Шеджуна... Истинный Капулетти... Грозится окончить... Мой земной путь... Если я только посмотрю... На его Джульетту... А ведь наше сближение... Интересно и тем... Кто следит... За разворачивающейся... Разворачивающейся... На сцене драмы... Со стороны КГБ... В лице Ирины и Кагомы... Которые ищут отца... А... КГБ в лице Ирины и Кагомы... Которые ищут отца... Ммм... Я бы после... КГБ в лице Ирины... И Кагомы... Которые ищут отца... Потому что тогда будет... КГБ в лице Ирины и Кагомы... И Кагомы и Ирина в КГБ... Как-то неправильно... Если бы мы все оказались... В другом произведении Шекспира... Наш... Возможный союз... Наверняка... Был бы интересен мне... И мне... Однако... Может статься... Что я попал не в Ромео и Джульетту... А вполне себе в Гамлета... Понятно что... Желание отомстить главе... КБШ Корпорейшн... Не больше чем... Попытка погрозить небо кулаком... К тому же... Я не могу быть уверен... Что виноват именно он... Тогда остается... Возможность того... Что автокатастрофа была случайностью... Да и где-то в глубине души... Этот старик не вызывал у меня... От того гнетущего чувства отвращения... Что вызывают убийцы... А они такие эти люди... Они серьезные... Все такое... А потом вывозят тебя... А потом приказывают... Вывести тебя в лес... И избавляются от тебя... Ну... Они просто... Ну... У них есть... Так сказать... Мораль... Приличие... Эээ... Они умеют по делам общаться... Но при этом они могут... Что угодно сделать... Это все-таки... Глава корпорации... Что... Что от него ждать... Наверняка он не смог бы добиться... Всего чего добился... Если бы не умел... Производить на других людей... Нужные ему впечатления... Ну... Убирать конкурентов... Это тоже надо уметь... От бесполезных попыток... Ответить на вопрос... Кто виноват... Начала пухнуть голова... Уже давно пора было... Возвращаться домой... И вновь звонить когомы... Я направился к выкладу из парка... Но свернув... В тихую аллею... Стал свидетелем неожиданной картины... На лавочке сидели... Майкл и Кэтрин... Ну да... Кэтрин... Стараясь не шуметь... Я подкрался поближе... И справился в пустах... Они были уверены... Что одни здесь... Так что... Говорили достаточно громко... И мне все было прекрасно слышно... Я понимаю... Смотрите... Это может показаться неожиданно... Но я уже все обдумал... Разнес Майкл... Своим обычным ровным тоном... Однако... Я уже достаточно давно его знал... Чтобы понять... Он нервничает... Мои знакомы всего пару недель... А вот Кэтрин явно была не по себе... Хотя она и старалась этого не показывать... Мои чувства не изменятся... Так вот оно что... Я стал невольно свидетелем признания в любви... Если бы на месте Кати была любая другая девушка... Это даже могло бы показаться забавным... Но сейчас веселиться мне совсем не хотелось... Более того... Еще пару дней назад... Я бы наверняка выскочил из этих кустов... И надавал бы Майклу по морде... Ну то ли видит Кабояши Джуна... Отхладил мой пыл... То ли дело бы с чем-то еще... Но я решил сначала посмотреть... Чем закончится этот разговор... Прежде чем рубить с плеча... Я конечно польщина... Но... Если дело в Нике... При чем тут Ник? А разве не при чем? Между нами все уже давно кончено... Йосова ранили меня куда сильнее чем я думал... Понятно сама по себе... Констатация... Того факта... Со мной наши отношения закончили... Давно-давно... И сейчас мы чужие люди... И чего они меняют... Однако я чувствовал себя как инвалид... Которому лишний раз в грубой форме... Указали на его неполную ценность... Тогда в чем проблема? Майкл... Ты правда думаешь, что это работает вот так? Я не знаю... У меня нет никакого опыта отношений... Кэтрин лишний определенно хмыкнула в ответ... Значит мне не стоит рассчитывать на взаимность... Рассчитывать ты? Конечно можешь... Но вот обещать тебе ничего не готово... Похоже она просто издевается над Майком в собственной... Ей манере... На секунду мне даже стало жалко парня... Конечно вряд ли кому-нибудь понравится... Если его бывшая девушка начнет вдруг встречаться с его же другом... Но сейчас я скорее был удивлен чем сбежен... Я поговорю с Ником... Боже мой... Да зачем? Даже я сидя в кустах испытал испанский стыд... Он мне кто? Отец? Брат? Муж? Чтобы решать за меня? Если ты не можешь дать мне ответ... Я уже дала... То есть нет? Кэтрин крутила головой из стороны в сторону... Лишь бы не смотреть ему в глаза... И вдруг остановился взгляд прямо на моем укрытии... Уверен что разглядеть меня сквозь плотную зелень Катя никак не могла... Но неожиданно в ней слово... Словно что-то переменилось... Ты всех девушек вот так вот к стенке припираешь требуя ответа... Я уже говорил что у меня в таких делах мало опыта... Так то вот что... Тебе нужно поработать над подходом... В каком смысле? Хотела постараться больше думать о том что чувствует сама девушка... И поменьше обращать внимание на то как ты выглядишь в чужих глазах... Ухмыльнулась она вдруг понизив голос... Если ты так считаешь... Майкл оказался задаченным как будто его вызывал учитель... Чтобы разобрать ошибки в экзаменационной работе... Майкл... Во всех прочих отношениях он всегда производил впечатление... Спокойного, рассудительного и уверенного всем молодого человека... Но сейчас сидя рядом с девушкой которая ему нравится... Он ведет себя как стеснительный первоклассник на линейке в честь... Начала учебного года... Ей-богу даже киоски справился бы лучше... Нет мой осторожный американский друг... Любовь по учебнику не вызубришь... Я рада что мы поняли друг друга... Значит у меня есть надежда... Пути господней неисповедимы... Она ушла... Загадочно пролезла Кэтрин... Встала улыбнулась и медленно прошла мимо кустов... В которых прятался я... Но даже не посмотрел в мою сторону... Пожалуй театральность в конце была излишней... Но видимо Кате все же удалось произвести на Майкл впечатление... Потому что он еще достаточно долго после ее ухода... Сидел в полном одиночестве и о чем-то размышлял... Мне стало не по себе от того что я его вижу... А он меня нет... Одно дело подслушивать разговоры двух людей... Их поведение не сильно меняется от того следят за ними или нет... А вот наедине с самим собой... Человек зачастую может позвать себе больше... Чем у всех на виду... Но не Майкл... Да и просто Майклу не нравится... Я так думаю... Он следил недвижимо... Почти как мыслитель Родена... А затем просто взял и уверенно направился к выходу из парка... Вообще конечно мне совершенно не следовало в этом участвовать... Я так и думал что... Как Кэтрин будет тут... Теперь уж точно вместо решения ненасущных проблем... Буду весь день думать о Кэтрин... Кэтрин, Кэтрин, Кэтрин... Я выскочил из своего укрытия... Подбежал к моему месту... Где она еще недавно сидела с Майклом... И стоя силы пнул ногой... Ни в чем не повинную скамейку... А-а-а-а... И сделал это конечно неудачно... Чуть не сломав попутно палец... Зачем? Я закрыл за собой дверь и с трудом поснял обувь... Казалось, что у меня не было дома целый день... А часы тем временем упрямо показывали два... Все еще немного мутило после вчерашнего виски... И хотелось просто завалиться в кровать да проспать до вечера... Однако сначала надо было решить вопрос с Кагомой... Разобраться... Почему у нее в ресторане никто не берет трубку... Но только я подошел к телефону, как он сам зазвонил... Отлично, наверняка это она... Алло... С воодушевлением ответил я... Привет, Ник... А, привет... Но это оказалось всего лишь Эли... Всего лишь Эли... Слышал бы меня сейчас в киоске... Чего такой недовольный? Да нет, все в порядке... Точно? А я по голосу не скажешь? Конечно, некоторые вещи в моей жизни были не в порядке... Отчасти и по ее вине... Совершенно точно... Постарался я звучать приветливее... Ну ладно тогда... Я чего звоню-то? Ты подумал над нашим предложением... Похоже она изредно волновалась... Каким предложением? Ну как же... Насчет того, чтобы стать басистом... Зетфил Зет... А-а-а... Протянул я... Этот момент сегодня совершенно вылетел мне с головы... С самого утра... Сначала Кагимару... Затем ее же собственный дед... И наконец Кэтрин... Упрямо отвлекали меня... От столь важного вопроса... Однако Эли ждала ответа... Я ведь сказал, что подумай... И я думаю... А долго еще думать будешь? Я не совсем уместно и настойчиво начинал раздражать... Вы же сами дали мне время до понедельника... Да, конечно... Но может ты уже решил? Знаешь, Элизабет... Я сегодня весь день был занят более важными вещами... Например, общался с твоим дедом... Не то чтобы я собирался скрывать от нее сам факт этого разговора... Но возможно именно сейчас разумнее было бы промолчать... Господи, что на этот раз? В ее голосе я услышал... Скорее раздражать... Скорее раздражение, чем удивление... Но ему известно, что я вчера был у вас на репетиционной базе... Эли ответил не сразу... Извини, я знала, что его люди следят за нами... Но из-за этого никогда... Ни у кого не было никаких проблем... Извини, если тебе... Да нет, это не проблема... Он просто беспокоится о своей внучке, я понимаю... Беспокойся о своей контроле... Разные вещи... Наверное... Он еще что-то говорил? Стоит ли пересказывать ей весь наш разговор... Или стоит на этом остановиться? Да, знаешь, не особо... Но она меня уже не слушала... Какое право он имеет постоянно весь мою жизнь? Я отлично учусь... Занимаюсь дополнительно... Котовлюсь к поступлению в институт... Все как он хочет... И даже последнюю душу, но он пытается у меня отобрать... Я не думаю... Что дело в этом... Что дело в... Я, кстати... Раньше он не вмешивался в ее музыкальную карьеру... Но что изменилось сейчас? Ты понимаешь, как это подло? Понимаю, конечно... Согласился я, что угодно... Лишь бы она успокоилась... Извини еще раз... Я обязательно с ним поговорю... И КБС Корпорейшн тебя больше никогда не побеспокоит... Хотелось бы, конечно... Но верилось в это с трудом... Не надо, честное слово... Я уже забыл об этом... Ник... Если это как-то повлияет на твое решение... После небольшой паузы произнесла она озабочена... Обещаю, никак не повлияет... Я уже жалел, что вообще рассказал ей об утреннем визите к ее деду... Тогда я позвоню завтра... Не надо, я сам тебе позвоню хорошо... Ух ты... Хм... Так... Ну если сам позвоню... Это значит... Ну как вот... Как по моему опыту... Если я сам звоню... Затет я заинтересован... Если я просто скажу хорошо... Если мне скажут... Что я тебе позвоню завтра... И я скажу просто хорошо... Это значит, что я просто согласен... Но заинтересованности как бы такой нет... Так что... Скорее хорошо... Хорошо... Это значит, что я как бы... Ну то есть, если я сам позвоню... Это уже... Будет означать намеком... Инициатива... В свои руки берется... Ладно... Хорошо... Ну так у меня было... Согласился я... Только не затягивай... И не дав мне вставить ни слова... Попрощалась... До связи... Поведение типа... А, да? Несмотря на очевидные противоречия... Я всегда сам считал себя активным человеком... Но такой напор... И на... И на... Неуёмная энергия со стороны Эли... Кого угодно утомят... Неужели в Токио нет других басистов? Да... Любой, кто играет дольше недели... Уже лучше сгодится на эту роль... Может быть дело в другом? Я вышел на кухню... Открыл холодильник... Долго смотрел внутрь... Затем закрыл... И взял с полки купачку орешков... И так сойдёт... И так сойдёт... Субботние телевизионные передачи не могли развеять мою скуку... Исторические программы... Бесконечные странные шоу и аниме... Всё это казалось до омерзения... Повшим и бессмысленным... Возможно я просто пытался на максимум... Открыть коран... С аудиовизуальными помоями... Чтобы отличить себя от неприятных мыслей... И так Элли... Её дед... И вопрос о том... Есть ли у нас отношения... Кажется ещё вчера я хотел отношения только с одной девушкой на свете... Но теперь даже случай в парке как будто оставил меня практически равнодушным... Так вот я хотел на неё выйти... Может быть чтобы начались хоть какие-то изменения к лучшему... Мне необходима была настоящая встряска и новые знакомства... Если конечно я вправе говорить о том что отпускаю Кэтрин... Как об изменениях к лучшему... Но было и что-то ещё... Точно... Блин... Кагомы... Я вскочил и бросился в прихожую... Это что ты угнался за Кагомы я не могу понять... Но даже не успел взять трубку и меня остановил дверной звонок... Наверняка это она... Вот сейчас и узнаем что случилось с телефоном в ресторане Дары Море... Ох ты... Ёх ты... Тебя я не ждал... Извините это всё это моё вырвалось... Но это оказался всего лишь Майкл... А это опять ты... Проборсилай разочарованно... Я тоже рад тебя видеть... Почему опять? Неважно ты по делу или просто так... А че то по делу... Давай только быстро я сейчас немного занят... Он с сомнением заглянул мне через плечо в пустой дом... Это насчёт Кэтрин... Кэтрин 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 Кэтрин... Кажется она чётко сказала ему не лезть ко мне с объяснением отношений... А стой с ней... Я могу войти? Можешь конечно... Товарища я даже не пытаюсь скрыть раздражение... Чай, кофе... Потанцуем? Нет спасибо... Он терпеливо делал вид, что она не замечает моего сарказма... Тогда я тебя внимательно слушаю... Я сегодня разговаривал с Кэтрин... Рад, что она хоть с кем-то разговаривает... Мик, она мне нравится... Поэтому я и пришёл... Понимаю что у вас в прошлом были отношения... Но сейчас их нет... Наконец Майкл проявил хоть какие-то эмоции и нахмурился... Ты, кажется, совсем не удивлён... Да по тебе ведь сразу всё видно было... Мой голос звучал неуверенно, но не рассказывайте ему... Что я подслушивал их разговор... Какой ты проницательный... Я раньше не замечал... У тебя с этим проблемы? Нет, это просто наблюдение... Майкл начинал выводить меня из себя... Сознательно или нет? Нет... Продолжи... Если ты не против, то я хотел бы и попытаться... Тебе нужно моё разрешение? Я должен знать, что между нами после этого ничего не изменится... Поначалу я не понимал, на кой чёрт он вообще всё это затеял... Казалось, что Майкл застрял в идеалах рыцарства, устаревших лет на 500... Но тут до меня дошло, что дело обстоит куда как банальнее... Он всего лишь пытался предусмотреть всевозможные варианты развития событий... Если Кэтрин согласится, то кто-то может подумать, что он нагло воспользовался временной размолвкой влюблённых... Мы же в Японии в конце-то концов... А так с него и взятки гладкие, дозволение дано, претензий не имею... То есть тебе нужно не моё разрешение, но моё благословение... Ухмыльнулся я и зачем-то поставил чайник на плиту... Думаю, от выбора формулировки суть не меняется... Да только вот я тебе не священник, чтобы отпускать грехи... Если ты так и на это смотришь... Я просто не вижу смысла в этом разговоре... Значит ты против... Господи, да какая разница против я или за... Если я скажу, что против, ты отстанешь от неё... Мне нужно знать заранее... Ты не ответил на вопрос... В конечном счёте решать всё равно Кэтрин... Ну и какого хрена мы тогда тут обсуждаем... Чуть не закричал я... Наверное дело было не только и столько в Майкле... А в том, что он своим глупым допросом вновь распорядил мою душевную рану... Мысли об Элле и какого помогали мне в последнее время... Избегать нерешённого вопроса с Катей... И самое главное, меня всё устраивало... Возможно я бы даже хотел, чтобы такое положение вещей сохранилось навсегда... Кэтрин продолжит существовать в некой суперпозиции... Между нами вроде бы давно всё кончено... Но в то же время вот она на расстоянии вытянутой руки... Подойди да заведи какой-нибудь глупый разговор о погоде... Ник, я пришёл к тебе как друг... Вот как? И что бы ты сам ответил, если бы мы поменялись местами? Зависит от того, что бы я чувствовал в тот момент... Что бы он чувствовал? Проворчал я и снял кипящий чайник с конфорки... Но ведь Майкл тоже по-своему прав... Крат ли мой ответ действительно на что-то повлияет? Скорее я просто не решаю сам себе признаться в том, что боюсь двигаться дальше... Знаешь, я очень рад, что она вернулась... Нет, серьёзно... По... Скинул брови он... Потому что иначе я бы ещё бог знает сколько лет страдал из-за человека, которого не существует... Не существует? Ты думаешь, что знаешь её? Нет, но хочу узнать... Смотри, не разочаруйся... Тебе говорит обида... Да, Миша, точно обида... Завёлся я... А что я должен чувствовать в подобной ситуации? Я ведь живой человек, а не биоробот, как ты... Майкл никак не отреагировал на мою колкость... Похоже, он пришёл сюда с бесконечным запасом терпения... Так что разбирайся с Кэтрин сам и меня в это не втягивай... Это значит, что ты не против наших отношений... Да как угодно, плевать... Махнул я рукой... Тогда я не смею тебя больше задерживать... Выход я найду... От этой показной манерности меня всего передёрнуло... И пришлось сделать над собой немало усилия... Чтобы не запустить ему в следующем чем-нибудь тяжёлым... Итак, что в итоге только что произошло? Я отказался от надежды когда-нибудь вновь сойтись с Кэтрин... Хотя это объяснение было самым очевидным... Что-то в нём всё же мне казалось капитально неверным... Если бы Кэтрин начала встречаться с кем-нибудь другим... Или встречалась бы раньше в Америке... Разве способен бы был этот факт сам по себе изменить мои чувства? Вряд ли... Скорее он бы просто подкинул дровишек в топку самобичевания... Но не более... Однако сейчас я чувствую не тоску или грусть... А обиду... Как будто у меня отнимают что-то важное... Отнимают Кэтрин? Но ведь она сама с успехом с этим справилась полтора года назад... Нет, вернее будет сказать, что я сам у себя отнимаю те чувства... Которые причиняли мне боль так долго... А что самое страшное... Где-то в глубине души мне это нравится... Словно скидываю пудовый мешок со старым хламом с плеч... От бесконечных рефлексий появилось чувство пульсирующего давления... В голове словно черепную коробку... Засунули сдутый мяч и принялись его накачивать... К счастью я не страдал с алипсизмом... И понимал, что окружающий мир продолжает чувствовать... Ой, существовать... Не чувствовать... Продолжает существовать, не обращая внимания на метания... Однако телефон Кагомо всё так же молчал... Я не на шутку разволновался... И уже решил, что без моего личного присутствия в ресторане Дарай Мория... Никак не обойтись... Ну а что, если всё в порядке... И это просто какие-то проблемы на линии... Я представил недовольное лицо Кагомо... И в голове зазвучал её возмущённый голос... Кажется самое время паниковать... Я бесцельно звонялся по дому... Из комнаты в комнату... И в какой-то момент... Мой взгляд остановился на бас-гитаре... Терпеливо ждущей своего часа... Можно ли вообще думать о подобном... После сегодняшнего разговора с Кабояши Джуном? Но только ли в этом дело... Не будь в моей жизни Кабояши Корпорейшн... КГБ я бы не раздумывая согласился... А как же Кэтрин? Ну ладно, допустим... После разговора с Майклом вопрос не решён... Решён? Вот так просто? Успехнулся я и взял в руки бас... А что насчёт Кагомо? Конечно, если исключить из уравнения... Кабояши Корпорейш... Это взаимно сократится... И фактор нашего снизнакомства... От этой мысли почему-то стало не по себе... Но ещё больше без всего мысли о том... Что я сам не управляю собственной жизнью... Предложи мне Элли... Стать её басистом... Ещё месяц назад... Неужели бы отказался? Как всё-таки неудачно выбран момент... В первое время чумы... И даром... Что Элли вполне в курсе... Что у меня в жизни не всё идёт сейчас гладко... Но всегда ли подобные возможности... Предоставляются именно тогда... Когда ты к ним готов? Я совершенно забыл о времени... И до вечера... И вступлённо... Раз за разом... Играл в одну и ту же партию песню... Которую мы вчера репетировали... Зет Фил Зет... Достаточно быстро подушечки пальцев... Стерлись в кровь... Но мне было наплевать... Я словно... Бежал от чего-то... Старался низкими частотами бас-гитары... Заглушить собственные мысли... Мысли о том... Что как бы мне не хотелось... Стоять на сцене рядом с Элли... Этой мечте не суждено сбыться... Когда на улице уже совсем стемнело... В дверь позвонили... Я так устал выискивать везде врагов... Что пошёл открывать... Забыв прокрутить в уме... Всевозможные опасности... Поджидающие меня на пороге... Зачем открывать и не спрашивать кто? Что? В этот раз мне как раз стоило бы поостеречься... Ночным гостем оказалась Кагомы... Да не одна в компании с дедом... В руках сумки, пакеты... Вид уставший и помятый... Чем обязан? Наш ресторан сгорел... Не поднимая голову... Не поднимая головы... Наконец выдавилась Кагомы... Ресторан сгорел... Медно повторил я... Пытаясь понять смысл этих слов... Почему? Потому что он деревянный... Ну ясно... Я просто не знал как реагировать на такое... И продолжал стоять в каком-то ступоре... Дед же похоже вообще не очень понял... Что к чему и что он здесь делает... Мне очень жаль это несчастный случай... Ты нас впустишь? Затем... Нам больше некуда идти... Нехитрые пожитки... Спасенные от огня... Которые Кагомы... С дедом крепко сжимали в руках... Вообщем... В общих чертах... Картина начала вырисовываться... Но если я за своей жизнью не способен разобраться... Могу ли я сейчас еще впустить на... На постой погорельсов? Ну... Да конечно входите... Но и прогнать их в такой ситуации тоже нельзя... Пусть хотя бы переночует... А утром уже будем думать... Дед примостился к кататься... И тут же заснул... Кагома сидела за кухонным столом... И напряженно разбирала вещи из мешка... Я же ходил взад и вперед... Не зная куда сядеть... Так что случилось ты расскажешь? Ко мне вчера вечером приходили Кавашима со Сакурой... Значит я все таки ошибся... И ждать они не стали... И прямо пришли... Облили бензином дверь... Нет конечно... Разлилась она и отложила мешок в сторону... Они пришли выяснить отношения... Но я их... Но я их вытолкала в зашей... И они обещали отомстить... А сегодня под утро мы проснулись от запаха Гарри... А ты уверена что это они? Одно дело бить стекла и моливать матерный иероглиф и за всем другое сжечь дома... Ты спрашиваешь есть ли у меня доказательства? Неожиданно спокойно отозвывать Кагомы... Нет у меня нет доказательств... Я уверен что и полиция ничего не найдет... А даже если найдет то дело замнут... Понятно... Понятно и что тебе понятно? Это все что ты можешь сказать? А что еще тут скажешь? А что еще тут скажешь? Естественно было неприятно что она с дедом заявилась ко мне домой без предупреждения... И собирается здесь остаться на неопределенный срок... А при этом еще и возмущается... Но все таки я решил проявить тактичность и не реагировать... Хотя бы сегодня... Поступил как настоящий рыцарь... Защитил меня от нападок... Доволен? Улыбайся... Если тебе здесь не нравится... Неси ответственность! Окончательно забилась она... И даже на мгновение разбудила деда... Который впрочем поднял голову заспанными глазами... Огляделся и тут же вновь отрубился... Вот только тебя с твоими проблемами... Мне сейчас и не хватало... Сам виноват... Ну да кто же еще... Не ты ведь виновата что не умеешь держать язык за зубами... Да... Ты вчера так убедительно доказывал что я должна уметь постоять за себя... И что теперь? Но не доводить же до такого... Кто же знал что они на 100 на это способны? Ее правда никто не знал... Более того я вообще не был уверен что поджег рестораны и круг дела... Как бы как бы как бы ты поступил на моем месте? Ну во первых я бы не стал до этого доводить... Конечно я... Опять я виновата... За не смогла вовремя поставить на место оборзевшую толпу мажоров... Да никто тебя не винит... Ответил я... Но мой голос звучал неуверенно... Действительно ли я бы мог на ее месте постоять за себя... Ведь у Асакура с Кавашимой было достаточно друзья... Они могли рассчитывать на молчаливое согласие всей школы... Возможно я отличался от Кагумы только тем... Чем что меньше нее подходил на роль жертвы... А если бы в результате какого-то извращенного мыслительного процесса... Они выбрали меня... И опять вернулось то тянущее чувство вины... Чувство... Что я невольно довел эту и без того неприятную ситуацию до точки кипения... Разбор полетов на глазах у всей школы... Публичное унижение Асакуры... Получивший посечин от Кагумы... Могла она такое простить? Пожалуй нет... И хорошо еще что все живы остались... Ладно согласен ты права... Мне не стоило влезать во все это так... С наскока... Ну и отлично... Пыркнула она... Встала подошла к холодильнику... Открыла его и поморщилась... А сейчас если ты не возражаешь... Я буду готовить ужин... Меня вполне устраивало стряпня химицу... Хотя в последнее время она готовила и не часто... И в мои планы уж точно не входила смена повара... Однако я попытался хоть в чем-то найти положительные стороны сложившейся ситуации... Очень вкусно... В ужину проснулся даже дед... Кажется тебя зовут Никакон... Да... Спасибо тебе Никакон что прийти... У нас нет родней в Токио... А в пожаре сгорели все деньги... Так что и в гостинице остановиться не удастся... Вот про деньги Кагома почему-то упомянуть забыла... Что мне теперь и платить за них везде? Мне очень жаль... Однако выплеснуть все свое возмущение на этого милого безобидного старичка мне совесть не позволило... Вот он уж точно ни в чем не виноват... У меня есть сестра... Она живет на Хоккайдо... Как только я свяжусь с ней мы тут же уедем и не будем больше тебя обременять... Да нет все в порядке я все равно живу один... А где твои родители? Погибли в аварии полтора года назад... Ох мне очень жаль в столь юном возрасте я уже один одинешенек... Правда я был еще младше когда... Нет это никому не интересно... Грубо перебила его Кагома который даже не притронулся к еде... В ответ он ли вздохнул видимо уже привык к подобному отношению... Посторонним людям наплевать на байки столетней давности... Но Кагома Тиан... Человек который помог тебе в сложной ситуации уже не посторонний... В ответ она лишь фыркнула и отвернулась... Ты должен простить ее не как он... Почти всю жизнь Кагома Тиан прожила со своей... Матерью... Мы мало общались... И только когда ее мама умерла... Дед... Зарычала Кагома и тому пришлось замолчать... Хотя я бы с удовольствием послушался он собирался рассказать... Как он и сказал мы не собираемся оставаться у тебя дольше чем это необходимо... Когда мы закончили ужинать Кагома молча вымыл в суду... А я достал из шкафа пару... Старых футонов и расстелил в пустой комнате где раньше жили родители... Блин Кагомы... Я сейчас вот чувствую себя так же как Кагомы... Ведь ситуация с Кагомы... У меня была такая... Абсолютно... Но я не хочу об этом говорить... Хм... Лучше об этом не говорить... Ммм... Ты моего человека... Но это реальная ситуация очень похожа на мою... Дед сразу же улегся спать а мы с Кагомы вернулись на кухню... Но только мстить у меня нет желания... Потому что я знаю что это бесполезно... Это действительно оставишь все так и уедешь на Хоккайдо? А как же твой отец? Конечно нет... Но дедушке сейчас так нелегко... Ресторан дело всей этой же его жизни... Наедине со мной Кагомы начала вести себя куда спокойнее... Это значит... То... Теперь понятно почему ресторан на телефон не отвечал... Потому что ресторан сгорел... Ну да... Что ты здесь останешься... Что ты здесь останешься на неопределенный срок? Возможно тебя это напрягает? Да как тебе сказать... Я уже немного отошел от шока и смирился с тем что нам хотя бы какое-то время придется жить под одной крышей... Тебе так противно мое общество? Нет не противно... Вот я вот честно бы сказал... Мне не противно... Да я честно... Если бы такая ситуация была бы... Единственное что... Как бы мы смогли жить... Ладно это... Не будем загоняться... Да причем тут? Если бы я вчера ворвался в ксик тебе в ресторан и заявил что мой дом сгорел... А я теперь буду жить тут... Так у нас нет... Не было свободных комнат... А у тебя вон хоромы... Если ты по такому принципу выбираешь... А чтобы тогда Келли... Буркнул я... У нее то наверняка целый дворец... Как она там кстати? Ничуть не обидевшись спросила Кагомы... Откуда я знаю? Точно? И впервые за все время улыбнулась... Слушай... Мне на сегодня более чем достаточно впечатлений... Я иду спать... Спокойной ночь... Спокойной... Ну и это все... Не будешь спорить и огрызаться? Нет... Я тоже пойду спать... А где ты пойдешь спать? Я еще долго вворотился в кровать и пытаюсь как-то разложить по полочкам событий сегодняшнего дня... На полу бы разложили хотя бы... Пойти на полу спать это тоже конечно... По крайней мере ясно одно... Эли теперь придется искать нового басиста... Ну как видите ситуация с Кагомы... Изменила все... Возможно... Что Кабояши Джун... В этом замешан... А почему бы и нет? Ну... Блин... Хотя... Хотя... Чего я удивляюсь, а? Кабояши корпорейшн... Может сжечь ресторан какой-нибудь... Ладно, правда... Какие-то бедняки... Что... Что стоит богатым избавиться от бедняков? Да ничего... А кто заметит? Да никто и не заметит... Иногда на утро так хочется досмотреть нецепно оборвавшийся сон... Иногда хочется спать дальше... Потому что я не чувствую себя отдохнувшим... Сейчас будет... Сейчас будет... Кагомы за местной химицу... Никакой... Давай вставай... И ты такой... Да блин... Блин... Блины потом испечем... Так... Иногда хочется дальше спать дальше... Потому что не чувствуешь себя отдохнувшим... А иногда просто не хочется вставать... Я уже не помню, когда вообще в последний раз просыпался бодрым и полным сил... Скакивал с кровати и широко улыбаясь приветствовал новый день... Однако сегодня я открыл глаза и сразу почувствовал... Как мутная жижа растекает внутри черепной коробки при каждом движении головы... Воспоминания пришли не сразу... Вязкие и тягучие как гудрон... Они воскрешали в памяти события вчерашнего дня... Которые благополучно забылись на ночь... Мне хотелось лишь перевернуться на другой бок и вновь провалиться в сон... Но тут в сознании ворвались новые звуки, относящиеся к кухне... Я с трудом встал, оделся, аккуратно приоткрыл дверь и высунулся в проем голову... Кагома готовила завтрак... На ее лице застыла незнакомая мне улыбка... Безмятежная улыбка человека, занимающегося любимым делом... Доброе утро! Я вышел на кухню, протирая глаза и приглаживая растрепанные волосы... Доброе утро! Кагома обернулась ко мне и пару секунд продолжила улыбаться... Но затем все-таки сделалась серьезной... Как будто готовились к обсуждению каких-то важных вопросов... А твой дедушка с нами завтракать не будет? Он еще засветло ушел в полицию! А, ясно! После пробуждения мне всегда требовалось некоторое время на раскачку... Так что сейчас, особенно в присутствии постороннего человека... Я совершенно не знал, о чем говорить... Ну ладно тогда... И ушел приводить себя в порядок... В ванной сушилось новое полотенце... А на полочке рядом с зеркалом лежала новая зубная паста и две щетки... В принципе, в этом не было ничего особенного... Но меня почему-то насторожило этакое самоуправство Кагомы... Когда я вернулся на кухню, завтрак уже стоял на столе... Приятного аппетита! Я сел напротив Кагомы и, не сказав ни слова, наложил себе миску риса побольше... Впрочем, моя новая соседка, очевидно, предпочитала есть молча... Однако завтрак оказался исключительно вкусным... И не отметить этого я просто не мог... Ты, наверное, хочешь стать поваром? С чего ты взял? Просила она, даже не взглянув на меня... Ну у тебя отлично получается, вот я и подумал... Многие люди хорошо готовят, но экономике столько поваров не нужно... Увлекаешься экономикой? Можно и так сказать... Хочешь стать экономистом, значит? Планирую поступить на экономический факультет в Тадайи... Спокойно ответила она, как будто рассказывала про свои планы на вечер... Тадай? Удивился я... А да, а что такого? Я мог представить Али или Майкла в Тадайи... Да вы, возможно, пески... Да ничего такого, наверное, просто я никогда не задумывался о Тадайи... Туда наверняка сложно поступить... Достаточно сдать экзамены... Достаточно? Ухмыльнулся я, но тут же понял, что в принципе Кагома права... В конце концов, даже эти самые экзамены придуманы и для того, чтобы стать непреодолимым барьером... А для того, чтобы выявить лучших... Хотя ладно, извини, просто для меня Тадайи это что-то такое... Оно и видно... Ухмыльнулся Кагома и впервые посмотрел мне в глаза... И что это значит? Видимо, то, что ты трезво оцениваешь свои возможности... Това как Кагома звучали обидно, но сходу придраться было не к чему... Она просто констатировала факт... Ладно, скажи лучше, что собираюсь все делать дальше... Дальше? Твоим рестораном, с Кавашимой и Асакурой, с поисками отца наконец... Она пожила плечами и принялась ловить палочками последние зернышки риса... Ну да, теперь ведь это все моя ответственность, так ведь? Саркастически бросил я... Но Кагома никак не отреагировала... Твой дед вчера говорил, что вы и без денег остались... Сколько тебе нужно? И сейчас подожди, сбегаю за кошельком... Я вскочил со стула и уже собирался действительно идти за деньгами... Никасан, успокойся... Холодно сказала она... Прямо сейчас нет смысла дергаться... Да, а что же тогда... Есть смысл сейчас делать... Но я все-таки вернулся к столу... Сегодня воскресенье, чем ты обычно занят по воскресеньям? Я... Да ничем... Она вдруг улыбнулась... Встала и начала собирать тарелок со стола... Тогда тебе ничего и придумывать не придется... Я смотрел за тем, как Кагома моет посуду... И пытался осознать весь комизм ситуации... Только в Кезкиной манге... Нагло... Главному герою сваливается девушка, которой решительно некуда пойти... И они начинают жить вместе... В идеальном сценарии не вписывался лишь дед... Но возможно он просто выполнял какую-то пока неведомую мне функцию... Если следовать логике манги дальше... То за мою любовь должна начаться... Ожесточенная борьба между Кагомой, Химитсу, Кэтрин... И наверное еще и Элли... Дабы довести число героинь до четырех... Однако меня самого-самого такое развитие событий не сильно прельщало... Чтобы быть хозяином гарема нужно много сил... А я с трудом справлялся даже с собственной жизнью... В какой-то степени сожительство с Кагома было удобно... Хотя бы о готовке теперь беспокоиться не придется... О готовке... Зато придется объяснять все это Химитсу... Ника-сан? Кажется я замечтался... А? Ника-сан... А где у тебя средства для мытья посуды? Средства для мытья посуды? Медленно повторил я словно пытался понять значение сложного иностранного слова... А у меня его нет... Вон мыло лежит... Нет... Как так нет? А зачем? Простодушно улыбнулся я... Все ясно... Нахмурился Кагома и отвернулся к раковине... Ну у нас тут не ресторан... Посуды немного... Можно и так помыть... На тарелках все равно жир остается... Ладно я понял... Куплю... Сказал я... А потом задумывался и суток не прошло... А она уже командует в моем доме... Тогда купи еще и новые губки... А то вот этим ничего не отмоешь... Она подняла вверх губку... Которая мне показалась вполне нормальной... Кто-нибудь еще? Дело навежливым тоном спросил я... Да на самом деле... Начала Кагома но тут нас похватилась... Я наверное не в свое дело лезу... Но вид у нее был совсем не извиняющийся... Да мне не сложно... Продолжал я играть роль радушного хозяина... Конечно я могу помыть посуду и так... Извини меня Никасан... И тут я почему-то почувствовал себя виноватым... Я все равно собирался в хозяйственный магазин... Вот и отлично... Улыбнулась она и закрыл экран... Тут раздался звонок в дверь... Я был в какой-то степени раз... Что он прервал этот невеселый разговор... Наверное девушка... Дедушка вернулся... Я думаю девушка... Стрепенулась Кагома и поспешила в прихожую... Я встал и направился за ней... А там наверное полиция какая-нибудь... Однако на пороге нас ждала... Ох ты... А ты то тут что делаешь... Элли... Привет... Поздоровался я... Кагома в последние секунды спряталась у меня за спиной... Ник... Доброе утро... Я не помешала? Она заметно нервничала... Помешала... Ну знаешь я тут... Клубнил я... Но Элли меня перебила... Я зашла с тобой спросить... То есть я хотел узнать... Ты подумала дашь предложением? Предложением? А она хмурилась... Насчет того... Стоп играть на басов... Зет фил зет... А... Ну конечно... Протянул я сама... Только стоп понял решение простейшей задачи... Который бился много часов... Знаю сейчас не самый подходящий момент... У меня не хватало решимости просто отказаться и выгнать Элли... Даже если про себя я уже решил... Что не смогу играть в ее группе... Ты не один? Элли Вовка заглянула мне за спину... Увидела Кагома... Которая вся сжалась... И как будто даже... Стала занимать меньше места... И моя сцена продолжалась недовольно долго... Интересно было ли что-то такое уж странное в том... Что Кагома пришла ко мне домой воскресным утром... Возможно и нет... Но я был уверен что Элли отреагирует на это как-то... Как на что-то совершенно неадекватное... А она что здесь делает? Элли переступила через порог... А я машинально отошел в сторону... Да, понимаешь... Но Кагома отмалчиваться не стала... Твои так называемые друзья сожгли мой ресторан... А Ника-сан любезно предложил нам с дедушкой пока стопожить у него... У тебя с этим какие-то проблемы? Предложил? Что? Элли конечно не ожидала такого объяснения происходящего... Что слышала? Это глупость какая-то... Я не понимаю Ник... Но ее ресторан действительно сгорел... И я действительно предложил им переночевать у меня... Потому что... Принялся сбивчиво объяснять я... Но Кагома вновь меня перебила... Ника-сан ты не обязан перед ней оправдываться... Да я и не оправдываюсь... Ник это правда? Но я своими глазами конечно не видел... Ах вот значит как... И ты просто веришь ей на сова? Хочешь посмотреть на пепелище? Валяй... Уверен адрес ты знаешь... Трудно было подозревать Кагома во лжи... Легче всего фальсифицировать что-то... Сто не поддается проверке... Можно утверждать что египетские пирамиды построили инопланетяне... Или что видели летающую тарелку... В конечном счете вас просто посчитают дураком... Но не откровенным вжецом... Куда сложнее будет доказать например что американцы не были на луне... Что касается ресторана Кагомы... То тут на луну лететь не надо... Если даже это так... То при чем тут мои друзья? А кто еще это мог сделать? Как раз после того как... Она вдруг замолчала... А себя люди не судят... Если ты можешь позволить себе распускать руки... То остальные нет... Да и никто в здравом умении не будет... Отвечать поджогом на посечину... В ее словах была логика... Каладжима с Сакурой конечно оторван... Но не бандитки же... Да и для преступников это тоже как-то слишком... Учитывая плотность застройки и ветка деревянных зданий... Сгореть мог весь квартал... Если вдуматься... Все это действительно больше походило на работу маньяка... Я не верю в совпадение... Кто еще это мог сделать? А мне какое дело? Пусть полиция разбирается... Полиция? Ухмыльнулась Кагома и тут закричала... У твоего деда и полиция в кармане... Странно, что он сразу всех нас не убил... Возьми... Возьми меньше... Ник, как ты мог пустить к себе в дом эту бесноватую? Может она сама свои рестораны сожгла? Кагома выглядела как паровой котел, который взорваться от перегрева... Девочки, ну успокойтесь, не уверен ли питал я... Было понятно, что и та и другая настолько уверены в своей правоте... Что здесь и сейчас пытаться их переубедить бесполезно... Я чувствовал себя судьей боксерского поединка, который безуспешно кричит брейк... Главное, чтобы этот спор не перерос в настоящую драку... А ты ее защищаешь, никак Ник не ожидал от тебя... Просто Ника-сан понимает истинную сущность твоих друзей... Ведь так, Ника-сан? Мне совершенно не хотелось выступать трофеем, за обладание которым враждующие стороны готовой глотки перегрызть друг другу... Девочки, я вам советую не делать поспешных выводов... А, а, тут и так все ясно... Кто еще мог это сделать? Тебя бы... Тебя бы надо привлечь к ответственности за клевету... Было бы неплохо, тогда, по крайней мере, можно надеяться на то, что будет хоть какое-то расследование... Каком, похоже, была действительно уверена в том, что ее ресторан сожгли именно Кавашимой со Сакурой... Ник, не ожидал от тебя такого... Однако Элли проигнорировала ее слова... А тебе так хочется... Выглядеть безупрочной принцессой, какого черта ты очищенно приперлась? Других парней вокруг мало... Тебе вот, видимо, мало... Могла бы и в гостиницу пойти... Не могла... Огрызнул Скагомы... Естественно, про деньги она Элли рассказывать не хотела... Тогда к друзьям... Хотя, постой, у тебя же нет друзей... Но тогда к родственникам они-то есть? Зваровствовала Элли... И со стороны это выглядело довольно некрасиво... Не твое дело, я пришла к Никасану... Потому что, потому что... Она не знала, что ответить на извительные замечания Элли... И только лишь все сильнее краснела от натуги... Я понимал, что долго так продолжаться не может... Чего доброго еще... Правда... Чего доброго, еще правда подерулся... Однако, после всего я уже не смогу отстать на сторону Элли... Это бы означало немедленно прыгнуть Кагомы с дедом из дома... Ага, получается, Ник еще не знает... Это не твое дело... Закричала Кагомы... Элли, я думаю, тебе лучше уйти, извини... Наконец мешался я, пока не стало слишком поздно... В широкой ты души человек, Ник... Какой я в широкой души, но... Ситуация страшная... Ухмыльнулась она и вышла на улицу... Я позвоню... Не трудись... Бросила Элли и вышла со двора... Вот так, не успев начаться и завершилась моя музыкальная карьера... Ну и что это было? Я обернулся к Кагомы... Это мне тебе следует спросить... Меня? Мог бы и пораньше ее выгнать? Пыкнула она и ушла на кухню... Все закончилось быстрее, чем я успел понять, что же произошло... И угораздила Элли заявиться в такую рань... Сегодня ведь даже не понедельник... Я вздохнул, закрыл дверь и нехотя подследовался к Кагомы... Понимая, что этот разговор еще не закончен... Посуда уже успела высохнуть... Запах вкусного и питательного завтрака выветрился... И моя кухня вновь стала куда менее уютным местом... Кагома сидела за столом и нервно барабанила по нему пальцами... Ты могла хотя бы дать мне поговорить с ней наедине... Я медленно прошелся взад-вперед и остановился напротив Кагомы... Она выглядела так, словно ждет своей очереди на неприятную процедуру в больнице... Кагома молчала и отсутствующим взглядом смотрела куда-то в пространстве перед собой... Элли же тебе ничего не сделала... Ничего не сделала? Да, Ника-сан... Ты правы так считаешь? Злобно усмехнулась она... А ты что думаешь, внучка Кабояши Джуна будет по ночам чужие дома сжигать? Я согласен, что у тебя есть все основания подозревать Кавашину со Сакурой... Но вряд ли Элли подавала им канистру с бензином... Она? Кагома закусила губу, будто чуть не сказала, что это в высшей степени некультурное... Она в любом случае виновата... Ну ты у нас прям Маркс и Энгельс в одном лице... Непримиримый классовый борец... Извел я, но моя новая жилица была явно не настроена смеяться... Почему ты так ненавидишь Элли? А за что я ее... Я должна ее любить? Любить не должна, но... Я вздохнул и замолчал, пытаясь на ходу решить, стоит ли вообще об этом говорить... Мне иногда кажется, что у тебя прямо таки фальсфиксация... Она могла бы и не допустить всего этого... Мне не хотелось с ней соглашаться, но отчасти Кагома была права... Элли действительно обещала поговорить с ними и даже поговорила, если верить ей... С другой стороны, она не может и не должна отвечать здесь и других... У них же в конце концов не банда... Я тут же вспомнил стычку с ними в баре и на мгновение усомнился в истинной природе этой компашки... С другой стороны, еще вчера я думал, что Кавашиме со Сакурой понадобится какое-то время, чтобы переварить посещину Кагомы... Мстить сразу было неразумно, они тут же станут главными подозреваемыми... По крайней мере, мне так казалось... А получилось все так, как получилось... А если бы в свою... А если бы я в свою очередь провел большую дальновидность, то возможно... Сейчас бы наслаждался тишиной воскресного утром... И... А не вел бы этот бессмысленный разговор с Кагомой... После драки кулаками не машут... Все начинается с малого, а через десять лет она будет ломать жизни уже тысячам семей... Ты преувеличиваешь... Ты в этом уверен, Никасан? Мои прогнозы не всегда сбываются, за примерами далеко ходить не надо... Но представить Али в роли повелительницы Империи Зла я никак не мог... Тогда ей, наверное, не стоит бросать музыку... Что? Говорю, что Али не стоит бросать музыку, как Гитлеру не стоило бросать живопись... А ты все шутки шутишь, Никасан? Я вдруг понял, что Кагома куда чаще стала называть меня по имени... Это было приятно, но в то же время в глубине души появилась какая-то непонятная тревога... Бесформенная, как сгустки дыма в темной комнате... Ну да, шутим потихоньку, такова она нелегкая доля клоунская... Рад достать ей весело... На самом деле мне, конечно, не было весело... Я просто не считаю, что надо усугублять и безоттого непростую ситуацию ссориться со всеми подряд... Со всеми подряд или конкретно с Кабояшей? Кагома внимательно смотрела на меня, как будто мы играли в мафию... Ну а что ты намекаешь? От этого взгляда тут же стало не по себе... У тебя к ней больно трепетные отношения... Подумать только, кто-то с ним плохо думает о госпоже... Эх, ладно... Дверь постучалась настолько тихо и аккуратно, что я еле расслышал... А вот это наверняка дедушка... Она бросилась в прихожую, но в этот раз я успел ее опередить... Хотя действительно кроме деда ждать было некого... Однако с разрешениями вовремя заявился Кетски... Открыв дверь я замер на пороге, смотря на него... Затем повернулся к Агоме, а потом вновь перевел взгляд на друга... Ник, я не знал, что у тебя гости... Сказал он смущенно... Да вот и в Амура сам зашла, стопы... Я на ходу придумал оправдание, но тут на дворе появился дед... И видимо не замечая Кетски, поковылял крыльцу... Никакун, у тебя гости? Тогда не буду мешать... Он медленно прошел мимо меня, снял обувь и направился на кухню... Немая сцена продолжалась еще какое-то время... Ладно... Вдохнул я, словно вырвался из душного помещения на свежий воздух... Случилось так, что дом Ивамура сгорел... И я предложил ей с дедушкой пожить у меня пару дней... Пока, ну короче вот так... Ааа, ясно... Притянул он и улыбнулся... Только не рассказывай никому, это ну... Это просто чрезвычайные обстоятельства... Я все понимаю, Ник... Улыбнулся он еще шире... Могила... Я вновь посмотрю на Кагомы... Она стояла плотно сжав губы и скрестив руки на груди... Тогда не буду вам мешать... Увидимся завтра в школе... Ивамура сан... Я ждил поклонился он и ушел... Ну вот, только этого не хватало... А что такого, стесняешься сто о моих обстоятельствах узнает в школе? Если знает киоски, знает и все школа... То есть стесняешься... Охмыльнулась она... Ладно, чего уже теперь говорить... Я громко хлопнул дверь и вернулся на кухню... Посередине комнаты стоял дед и озирался вокруг... Словно в поисках чего-то... Какому тут же набросилось на него с расспросами? Ну, что, узнал? Старик же медленно подошел к столу и опустился на стул... Трещав всеми суставами и хрустя позвонками... Казалось, чуть-чуть-чуть, а он развалится на части, как деревянная кукла... Господа, полицейские говорят, что работают, ищут преступников... А конкретнее? Сказали, что сообщат, если будут какие-то новости... Куда сообщат-то? Ты им сказал, что мы сейчас живем у Никасана? Дед посмотрел на нее с удивлением... Ой, Кагома тянут, забыл, извини... Понятно... Странно, но Кагома отреагировала достаточно спокойно... Давай я сейчас схожу и... Не надо, я сама, иди отдыхай... Дед тяжело выдохнул, но не от разочарования, а скорее от бессилия... Хорошо быть молодым... И ушел в бывшую родительскую комнату, где я постелил им футоны... Видишь, как я и говорил, а полиция ничего расследовать не собирается... Ну подожди, прошел всего день... Если преступника не задержали по горячим следам, то потом поймать его становится значительно сложнее... Личный опыт... Статистика... Есть три вида лжи... Ложь, наглая, ложь и статистика... Сам придумал? Нет, это Марк Твэм... Кто? Клоустранство, какому собирается поступать в Тадай, но не знает такого известного писателя... В каком-то смысле это характеризовало ее даже лучше, чем отношение Келли... Писал книжки про Томас Сойера и Геккель Берифина... А-а-а-а... Протянула она без особого интересована, ей только что сообщили угол наклона орбиты Юпитера к плоскости Клеп и Клептиги... И как твой Марк Твэм поможет нам найти поджигателей? Просто привел пример, так сказать, образный... Если бы философство не помогали раскрывать преступления, это мы бы учили в полицейской школе... Какая ты прагматичная... Это комплимент? Вдруг улыбнулась Кагомэ... То есть ты собираешься сама искать поджигателей? Я и так знаю, кто это сделал, осталось только доказать их виновность... А ты уверена? Я хотел сказать, что если это действительно Кавашима, Асакура и компания, то один ресторан они уже сожгли... И могут на этом не остановиться... У меня перед глазами сразу встало лицо туповатой Асакуры и хитрый, но тоже не больно-то умный Кавашими... Они походили на жестоких преступниц не больше, чем Элли на злую императрицу... Ладно, я пойду в полицию, сама разберусь там к чему... Я вдруг почувствовал, что должен пойти с ней... Конечно, Кагома меня об этом не просила, но я уже стал невольным участником ее жизни... По крайней мере, на то время, что она планирует остаться у меня дома... Составить тебе компанию? Как хочешь... Коэна пожила на плечами и вышел в прихожую... Неожиданный ответ... Я застыл на месте на несколько секунд, а затем бросился за ней... И Кагома уже успела обуться и выйти со двора... Денек сегодня выдался погожей... В окрестное утро так и располагало к прогулкам... Когда я догнал Кагома, она немного замедлила шаг... А ты уверена, что идти в полицию хорошая идея? Я же должна им сообщить, как с нами связаться, если они что-то найдут... Ты же сама пять минут назад говорила, что полиция и заниматься твоим делом не будет... Говорила... Но я хочу, по крайней мере, сделать все, что от меня зависит... Понятно, что сообщить... Хоть какие-то контакты полиции было необходимо в любом случае... В конце концов, нельзя исключать и вариант случайного возгорания... Или поджога, но совершенного не бандитской бригады Кавашимы... В ее энергию да в мирное брусло... На что это ты намекаешь? Ну ты же сама говорила, что прогнала Кавашиму со Сакурой, когда они пришли к тебе в ресторан... А что мне надо было их чаем с тортиком напоить? Охмыльнулась она вместо того, чтобы начать возмущаться... Нет, я не про это... Для начала тебе вообще не стоило лезть в драку... Что, Ника-сан, не женское это дело стоять за себя... Да причем тут? Она такой бедоносно ухмылялась, что я внезапно почувствовал себя виноватым... Словно и правда сказнул какую-то несосветную чушь... Тебя так легко задеть, Ника-сан... Осмеялась Кагомы... Кто бы говорил? Пробурчал я... Продолжать этот разговор как-то сразу расхотелось... Мы с Кагомом побывали в полицейском участке... Местные стражи порядка действительно не выглядели особенно заинтересованными своей работой... Впрочем, я раньше не имел дело с полицией... Так что мне было не с чем сравнивать... Дежурный неохотно записал мой адрес и номер телефона... Явно давая понять, а у меня с полицией были разговоры не один раз... Так что... Я знаю, что такое полиция и даже говорить не хочу об этом... Явно давая понять, что его оторвали от важного дела... Хотя когда мы вошли, он просто листал какой-то журнал... На улицу Кагома вышел расстроенный и раздосадованный... Вот видишь, как я и говорила... Может детективы у них порасторопнее? Сказал я не уверенно... Если там все такие, как тот жирный тип приемный... То надеяться действительно не на что... Ну там у меня тоже были полноватенькие полицейские... Которым совершенно все было пофигу... Раз уж мы здесь, может взглянем на... Я замялся... На то, что осталось моего ресторана? Ты мне не веришь, Никасан? Думаешь, я все придумала? Господи, да ничего такого я не говорил... Не говорил, но подумал... Я бы предложил пойти к остаткам ресторана, чтобы посмотреть... Не остались ли какие-нибудь улики... Вот, например... И не посмотрел бы... Ну или хотелось бы посмотреть, не отцеплена ли вся эта территория... Там не перегорожен или там лентами и прочее... Не идет ли там расследование какое-нибудь там... Журналистов там нет или еще чего-нибудь... Я вот взгляд для этого бы туда дошел... Потому что... Бывает такое, что преступник может... И на месте преступления не оказаться опять... На самом деле, я не особо хотелось бы встретиться с преступником... На месте преступления... Ну... Всякое бывает... Да сколько можно? Успокойся, я шучу... Вдруг улыбнулась она... Пойдем, я и сама хотел посмотреть еще разок... Может что-то еще уцелело... Где-то рестораны Кагомы... Точнее, у того, что от него осталось... Был плачевный... Очевидно, старое деревянное здание... Вспыхнуло, как спичка и сгорело посмгновенно... С тобой было... Кагомы с дедом успели выбраться... На месте ресторана лежали только обугленные деревяшки... И обгоревшие кухонная техника... Тут и там блестели отмытые водой из пожарной машины... Тарелки, чашки, ложки и прочая посуда... Посреди пепелища одиноко... Стоял непонятно как сохранившийся почти нетронутый огнем стул... Стану, что автор не захотел рисовать... Сгоревший ресторан... Рядом лежала сковородка, наполненная головешками... Напоминавшими подгоревшие тосты... В небе над нами кружила воронье... Видимо, ища, чем поживиться... Конечно же, огонь не посидел ничего... Сколько-нибудь ценного... Огома осторожно прошлась по останкам ресторанчика дары моря... Пока я тактично ждал в сторонке... Кого это? В одночасье лишиться всего, что имеешь... Я потерял родителей... Но у меня все же осталась крыша над головой... И как потом выяснилось счет в банке... Понятно, что никакое имущество не заменит близкого человека... Но горевать всегда легче в Мерседесе... Чем копаясь в развалинах... Кого мы закончили осмотр... И мы вернулись к станции... Поехали домой... Сказала она... Я про себя отметил, что это вообще-то мой дом... Но вслух ничего не сказал... Понимая ее состояние... Под дорогой Кого мы выглядела так... Словно сама только что вылезла из пекла... Я тоже все ей говорю... Пошли домой... Поехали домой... Хотя знаю, что я уже далеко не в своем доме... Может не стоило все-таки туда ходить... Второго спросил я... Я кстати не ходил на... Развалины своего дома... Блин... Она ответила не сразу... Стоило, теперь я точно знаю... Кому и за что должна отомстить... Отомстить? Удивился я... И каким же образом убьешь их что ли? Ты одна... Их вон сколько... Она упорно молчала... И было видно, что это молчание дается ей непросто... Если ты замышляешь что-то противозаконное... То я должен знать... Тебя это не касается... Наконец прошпела она сквозь зубы... Не касалось бы, если бы ты не решила пожить у меня дома... Когома закусила губы и остановилась... Я не знаю что делать... Но... Ее щеки задрожали... А на глаза навернулись слезы... Не могу же я им простить это... Как я буду жить дальше... Зная что эти твари разгуливают на свободе и ухмыляются... А идти против закона... Это... Лучший вариант по-твоему да? То есть месть это по-твоему... Действительно выход да? Если бы ты хотела отомстить... Ты бы уже отомстила раньше времени... Ты бы даже сюда не пришла... Ника-сан... А ты знаешь что в наш ресторан ходили люди со всей округи? Например, Кавасаки-сан... Ему уже больше 90 лет... У него 12 внуков... Еще больше правнуков... Тут Зуки-сан ходит в море на траулере... И всегда... Возвращаясь на берег... Собегает к нам выпить кружку-другую... Хуанда-сан... Часто играл с дедом в Го... Ладно хватит я все понял... Эти люди и десятки других тоже пострадавшие... Ой эти люди и десятки других тоже пострадавшие... Я не спорю что виновные должны понести наказание... Но ты же не полиция и не частный тактиф... Если честно я удивлен что... Кагом потерял свой ресторан... Потому что в концовке Химису... Ой... Вру... Ну... Врути Химису или как бы... Ну... На пути к концовке Химису мы... Мы именно остановились у ресторана Кагомо... Как бы знаете... Наоборот... Там... Там... Кагомо приютило к себе... Потому что мы убежали... На... 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 улицы и торговцы рывы неодобрительно поглядывали мою сторону не ничего не оставалось кроме как обнять ее и пытаться утешить гумане отстранилась но и не прибыли не привалось ко мне вопроса стояла и плакала как будто приценившись к стене ну все все наконец к гума немного успокоилась вытерла слезы платочками посмотрел на меня извини не касаемство закатила сцену на меня это не похоже и спасибо что позволил нам поведет тебя да не за что я все понимаю к гума говорила с нажимом явно пытаясь казаться искренней я немного смутился не касан я не всегда правильно выражаю свои эмоции и могу казаться грубой я знаю но мы с дедушкой действительно признательны тебе ладно ладно я просто поступил как порядочный человек любой на моем месте поступил бы точно так же каком и загадочно посмотрел на меня и пожала плечами на самом деле не любой на обратном пути мы почти не разговаривали она похоже сказал уже все что хотела я чувствовал какую-то непонятную неловкость и поэтому молчал потому что почему не любое потому что но не каждый знает что случилось вон кошкин дом кошки кто не помогал когда у них дом сгорел нет всем было пофиг на нее но она сама была виновата она сама смеялась над всеми поэтому они просто отвечали и взаимностью как бы у них были свои проблемы они было все кошки было все равно на их на их на их проблемы и когда у кошки случились проблемы она просила помощи но никто не стал помогать но все закончилось по крайней мере благополучно на похоже сказала уже все что хотела я чувствую какую-то непонятную неловкость и поэтому молчал а так каком затащила меня в магазин и купила нехитрый набор продуктов для обеда но если брать кошкин дом ну поджог там тоже совершили да из-за злости видимо я уже забыл кто там поджог совершил на каком издачу меня магазин и купила нехитрый набор продуктов для обеда и даже расплатилась своими деньгами на мое замечание стоит ее последние деньги когома лишь фыркнула дома нас ждал дед который громогласно храпел примостившись за кататься меня эта картина несколько смутила вот когома как будто вообще не обратил на него никакого внимания ладно пора обедать наверное с недоверием посмотрел на часы ты меня ты меня спрашиваешь тебя кого еще давай осторожно согласился я когда к деду она относится не очень хорошо я как заметил кого мы готовы обед каким-то иступлением а я никак не мог решить лучше сидеть на кухне и ждать или пойти в свою комнату телевизор мешал включить пеплящий дед который даже не заметил что мы вернулись в отсутствие других альтернатив прекрасное время подумать если кавашима со сакурой действительно виновны то их действие выглядит крайне нелогично сначала угрожать когома а затем этой же ночью встречу ресторан конечно можно было предположить что они окончательно обнаглели от собственной безнаказанности и озверели от чьи дозволенности но по крайней мере кавашима не произвел не производила впечатление полной дуры я не знал кем были их родители но по дну поджог это уже не мелкое хулиганство легко потерять контроль над собой когда тебе с рук постоянно сходит оскорбление унижения несерьезные драки но далеко не все школьные хулиганы становятся в итоге настоящими преступниками к тому же им всем было что терять деньги положение репутацию достаточно ли простого желания отомстить за пощечину чтобы поставить на кон все это я мог бы даже представить такого шума попросит парней изнасиловать когомы но сжигать ресторан ночью когда все спят риск риск то был жертва казался неоправданно высоким но кто тогда виноват возможно в дальнейшем полицейские и установит был ли это поджог или случайное возгорание я не знал как у ресторана дары моря шли дела с точки зрения бизнеса но очевидно если у них и были проблемы то вряд ли кредиторы бы стали уничтожать единственное средство заработка должника а возможно это все из документов которые мы нашли тот же сказал что эти документы могут убить да и жить заживо могут а чего конкуренты судя по тому как рассказывала когома и просит завсегдатаев можно было с достаточной долей уверенности предположить что к ним годами ходили одни и те же люди и клиентская база обновлялась слабо да и в целом весь ресторан производил впечатление заведения которые едва сводит концы с концами по всему выходило с той очевидного мотива устраивать пожар ни у кого не было ни у кого кроме кого шима со сакурой но все-таки это неадекватный ответ на простую посечину эх вдохнул я и сел поудобнее ноги затекли чего вздыхаешь скоро будет готова недовольна отозвалась комы да нет ни они из-за этого а из-за чего тогда я покосился на дело но тот продолжал храпеть я просто думал что для обычных школьников заниматься поджогами это чересчур а для кого не чересчур она положила нож и повернулась ко мне мне не показалось что кавашима полная дура а ведь она у них за главным после или и но сама посуди они днем приходят к тебе в ресторан отношения выяснять а уже ночью сжигают его на кого пойдет подозрение в первую очередь ты рассуждаешь позиции человека который боится последствий к вашему же может вообще не задумываться о том что и когда-нибудь придется отвечать на свои действия деньги автоматически не делайте идиотом какому ничего не ответила и продолжила готовить ты не согласна я знаю стоит они и все просто знаешь я не хочу выступать адвокатом дьявола но презумпцию невиновности никто не отменял то если тебе придется доказать их вину они им свою невиновность конечно если они оставили на месте преступления например каницу с отпечатками пальцев я вдруг понял что по сути говорю сам с собой какого меня уже давно не слушала неловкую паузу нарушил дед который проснулся от вкусного запаха каком эти уже пора обедать старик стал с таким трудом что мне стало страшно не сломает ли он себе что-нибудь при этом а я хотел вам что-нибудь приготовить до сдремал он подошел к столу и сел рядом со мной как успехи в полиции ты никак обед оказался не хуже завтра как агон готовила превосходно и в отличие от химицы у нее все получалось одинаково вкусные простые блюда и сложные иметься могла удивить борщом на частенько самые простые вещи у нее выходили про пресноватыми спасибо на здоровье это самое меньшее что я могу сделать каком и собралась убирать посуду со стола но я остановил ее нет уж в этот раз я сам помою она лишь выгнулась в ответ я включу воду и края муха сук сушу и разговор с дедом он да сан мы же с ним сегодня собирались играть самое важное в жизни твое год ей богу кого мы тебя но уверена что когда хонда сан увидит 100 ресторан сгорел он поймет что матч отменяется старик ответил не сразу дары моря были делом всей моей жизни я понимаю что ты не так много времени там проживала но я надеялся что когда-нибудь оставлю ресторан тебе раз синди занялся наукой ты могла бы выйти замуж за не касаны и принять его в семью дедушка воскликнул а к гом и и в юг голосе слышался как гнев так смущение ну ладно не пора куда вернулся я дела то что случилось с рестораном конечно трагедия для нас на никто не погиб и жизнь продолжается я не знал что на это сказать мы теперь соседи но это еще не дает мне право лезть в ее жизнь слушайся не касана дедушка остаток дня прошел без каких-либо происшествий мы немного погибли со стариком а томасем я посмотрел телевизор долго читал книгу приготовил ужин и наконец не выдержал а вы не знаете куда ушла к гом и не знаю протянул он словно и вовсе не понял вопроса она часто вот так вот где-то пропадает допоздна не как он ты должен понять что какой мы тян и жил после смерти матери мы мало общались когда юна санжу была жива они синди развелись довольно рано он вздохнул и мутным старческим взглядом уставился в отбор залитый руганым светом разводы времена моей молодости никто о таком и помыслить не мог прошлое к гом и явно скрывала много секретов и мне хотелось узнать о нем побольше но когда я уже собирался начать расспросы раздался звонок в дверь а вот она вернулась к гом и и она вежливо поприветствовал меня и зашел в дом держа какой-то пакет в руках и это называется ужин как он подошел к плите и и сняла крышку со сковородки который я оставил ей немного геджи геджи в них хоть мясо есть она намекала на тост и пельмешки были полуфабрикатами но мы же не знали во сколько ты вернешься кончего ответил я ясно я устала и пойду спать хорошо спокойной ночь было еще не так поздно но только по моим меркам многие японцы действительно в это время уже спали и я тоже пойду не как он его спокойной ночи мариюки сан коре я остался один и моя кухня впервые за долгое время показалось пустой и безжизненной словно из нее вынесли все мебели бытовую технику не чувствовал себя везде одиноко уже уже давно может дело в химицу которая создавала атмосферу уюта может в том что иногда черен накатывали воспоминания о погибших родителях а теперь когда в их комнате спят в общем-то чужие люди и начинаю понимать насколько велик этот дом для одного единственного жильца сон не шоу я я еще долго воротился в кровати с книжкой пока наконец-то отключился все расспросы к гома и экскурсове и ее прошлое в ее прошлое завтра давайте еще день да с каком очень долго будем проходить мне кажется это таком кбш и джун на деньгах возможно понедельник день тяжелый ну да кому куда дольше чем схеме с получается 1 воды попьем понедельник день тяжелый одна из первых мыслей с утра была мысль о том как быстро тетки разболтает всем кто встретил какому у меня дома если бы только это из до появления деда история по-любому заиграет новыми красками в его устах совершенно в крафтовскими не имеющими ничего общего с реальностью красками и тогда уже надо будет бояться на не того то правда выпадет наружу а рассказать о раскрытие киоски которые могут оказаться намного страшнее когда я вышел на кухню завтрак был уже готов и это немного подняло мне настроение доброе утро каком и сидел за столом рядом с ней дед еще один стул стоял напротив при такой расстановке мебели я сам того не желая оказывался в центре событий как будто занял место обвиняемого в зале суда доброе утро никакой он как спалось спасибо хорошо а вам засыпать на новом месте бывает непросто старики вообще плохо спят улыбнул салоны и полнилась эта улыбка таким смирением что мне стало не по себе по идее они с кобояши джуном ровесники но я вообще слабо представлял как отличать возраст людей которые были значительно старше меня однако глава кобояши корпорейшен выглядел и вел себя куда увереннее не обижая мариюки сана можно было сказать что его жизнь вошла в закатную пору закатную пору а вот кобояши джун производил впечатление бодрого старичка еще полного сил на тебе хорошо а тебе хорошо спал очень красивая когома с некой иронией нормально она пила кофе запах которого пробуждал в жизни какие-то воспоминания казавшиеся чужими получительный тон мамы и уст отстраненное выражение лица отца монотонный гул телевизора и шум пылесоса когда я в последний раз сам пылесосил гоняя от себя те мысли я сосредоточился на еде спасибо все было очень вкусно пожалуйста вот на то за холодно отозвалась к комы а теперь нам в школу пора я только сейчас обратил внимание остановить школьная форма самое важное из огня спасаешь в первую очередь и чем форма конечно нет я вчера сходила и купила новую а так вот где ты была а ты что подумал я ничего не думал огрызнулся я и встал за из-за стола мы вместе вышли из дома но у ворот я остановился может быть будет лучше если в школу мы придем по отдельности а что боишься что он что нас увидят вместе не боюсь но я вздохнула надолго за круглого заслана действует за это время неприветливый мир зданиями преобразится пески уже наверняка все разболтал про нас по школе теперь могут ходить самые невероятные слухи например например конечно моей фантазии было далеко до буйного вооружения пески это беременно и твой дедушка решил проконтролировать что я на тебе женюсь огонь покраснела но затем преснула если бы твой тетки знал дедушку это его надо это его надо контролировать но он не знает а то что он не знает тетки склонен додумывать даже если так меня это не сильно пугает рад за тебя вроде говоря мне совсем не хотелось ловить на себе косые взгляды становиться предметом сплетен существовали проблем в позже не поважнее и лишнее внимание не было ни к чему но тогда мы договорились как он посмотрел на меня серьезно не касан я понимаю чем ты но я не собираюсь идти у них на поводу прятаться и не позволим им управлять моей жизнью ты понимаешь что такое разумный компромисс мы не идем ни у кого на поводу и а просто стараемся не усугублять ситуацию ты же не можешь каждому ученику нашей школы подробно объяснить что происходит или я не знаю выступить перед сей школы с трибуны как любит директор здравый смысл понимаешь какома глядела на меня и ее брови медленно но непрестанно ползли на встречу друг другу если ты не хочешь идти школа со мной можешь не ходить можешь вообще в школу не ходить мне какое дело она резким движением развернулась и быстро зашагала прочь конечно в итоге нужный результат был достигнут достигнут но все-таки хотелось бы это сделать более мирно пришло минут пять прежде чем я решил что кагома уже достаточно уксал вперед в доме химица было тихо интерес как она отреагирует когда узнает что со мной теперь живет другая девушка тебя это так волнует до школы и я в шоу ними медленнее обычно переобулся и поднялся на второй этаж казалось что никто особо на меня и не смотрят но все изменилось как только я вошел в класс кагома сидела на своем месте и пилилась в окно а вокруг нее словно кто-то установил невидимый барьер отделяющий мою новую квартиранку от остальных парни отреагировали так будто увидели игрока команды противника в собственной раздевалке а девушки тут же начали перешептываться я подошел к своей партии и из-под лобби посмотрел на кетки он делал вид что не заметил меня на самом деле конкретно на него я особо не злился глупо обижаться на сове за то что он тот поет так уж эта птица устроена скорее меня раздражала сама необходимость притворяться и делать вид но уже вы я с девушкой что подумаешь дело так у какое почему всем так интересно совать нос чужую жизнь а я бы еще понял но ни с кем из них я особой дружбы не вожу кроме разве что к не подошел майкл ник привет мне хочется заводить мне не хочется заводить разговор напутил что услышит от меня я слушаю ты готовился узнать что родил творческий гений кёски говорят стоим амурасан забеременела тебя и выгнали из дома и теперь вы живете вместе ты ты серьезная а может и не с того недооценивать собственную фантазию все почти в точно ли так как я рассказал как вам получится назад киоски ухо спросил я он ничего не ответил лишь сочувственно смотрел на меня киоски повторил я я точно не знаю он клянет что не виноват в любом случае ник знаю что я вот в это не верю он говорил словно голову убеждающий фродо и сэма своей преданности скажи мне просто откуда ты об этом узнал уже весь класс знает понятно крепнул зубами я и за у кулаками я не думаю в стаке это киоски по крайней мере он ненарочно спасибо я тебя услышал начала урока осталось его несколько минут недостаточно времени чтобы вызвать киоски на серьезный разговор мы первоначальная великодушие по отношению к нему быстро куда-то испарилась может быть дело в том что школа рано или поздно все равно бы бы узнала о новых обстоятельствах жизни когомы а даже если бы и не узнала я не чувствовал за собой вины в случившемся но только ровно до той степени да какой правда оставалась правдой не приправленной щедрым вымыслом киоски конечно он мог немного приукрасить но это уже переходит все границы я с трудом досидел до конца первого урока киоски все это время как так отчаянно старался не смотреть мою сторону заслужил похвалы хотя бы за усилия наконец звонок прозвенел я бросился к его партии пойдем-ка поговорим друг любезный потил киоски за стирку и вытащил в коридор нек я знаю ты подумал на это не я лучше начал оправдываться он хорошо что ты понимаешь о чем речь это сэкономить на время честное слово я никому не рассказывал чтобы савамур и санну то есть от стола савамур и сан я не знаю ник я видел вас вместе на это же еще не значит что вы что мы что у нее сгорел дома ты просто предложил по моему помощь крышу над головой так сказать любой человек в этом месте и скинем мило оправдывался но сразу было видно снова на самом деле думает обо всей этой ситуации и могу ли я его обвинять если бы ресторанка гома решил сгореть месяц назад предложил бы я и пожить меня пока они с дедом не решат что делать дальше надо быть честным хотя бы с ним с собой вряд ли но киоски не знал обо всем что случилось за последние пару недель на его месте многие бы сделали неправильные выводы туши я понимаю туда страны все это может показаться странным пускаю к себе в дом одноклассницу с которой иногда никогда не и не общался да еще и с дедом но у нее свои обстоятельства как у меня и между нами нет никаких отношений последнюю фразу я произнес какой-то нату натугой и в любом случае никто не дал тебе право 3 3 под языком некая никому не рассказывал клянусь никому это значит всего паре человек да это строго по секрету никому это значит никому да и когда бы я успел и дня не прошло плетни быстро разлетаются никто серьезно киоски говорю с такой уверенностью стоя на мгновение засомневался мог нас видеть кто-то еще конечно чисто теоретически это выключили исключать нельзя но мне сложно представить что кто-то из одноклассников следит за мной по воскресеньям хорошо и кто это мог быть по-твоему ты же сам сказал и дня не прошло некий я не знаю ей богу а я как осознаю кто это или блин вдруг его лицо просияло а химицу тян ты спрашивал химицу тян химицу машинально повторил я и это имя отозвалось в мозгу тревожным эхом имицу не чешет языком направо и налево в отличие от некоторых она не видела а даже если бы и видела то сначала бы поговорила со мной нет я не мог представить то слух распустила химицу однако наши отношения последнее время далеки от идеальных как странно устроено человеческое восприятие я ни в коем случае не начал считать химицу плохим человеком но уже был готов приписать ей поступок который она никогда бы не совершила это не химицу и не я он упорно стоял на своем я не знал что делать дальше конечно киоски не отличался не отличается твердостью характера но если он в чем-то уверен то так просто не отступит однако его вчерашний визита столкновение с когом и ее дедом неужели все это простое совпадение продолжать допрос подступить а как это влияет вообще какой смысл мне его расспрашивать он все равно будет ну зачем мне с ним его допрашивают какой смысл что это даст отступить конечно но если бы это был ты ты бы мне сказал правда ведь конечно ник сделан такое искренне лицо с вами даже стала совесть на свои подозрения ну а кто тогда сомневаюсь что кто-то ведет за моим домом круглосуточное наблюдение кроме разве столько гб и кб яш корпорейшн но такие серьезные организации не станут распускать слухи в школе да и беременность добавил я уже тише это же не просто констатация факта что кто-то видел его мура у меня дома этот кто-то хотел тебе навредить это или по-любому возможно он прав если подумать кого я могу считать своим врагом но тут из-за угла по его скагом и решительным шагом подошел к нам вот ты где что такое недовольное то и сразу же на получилось на киоске скажи-ка я похож на беременную какого подожди попытался вступиться из-за из-за друга потому что уже не был так уверен в его не винов в его виновности не касаем я сам разберусь отрезала она вновь демонстрируя свое непоколебимое упорство способность нести по дороге к цели все и все отвечай какого черта си удумал на киоске было жалко смотреть его мура сан я уже объяснил нику стоит они я просто так совпало что мы вчера встретились у него дома ничего никому не рассказывал клянусь совпало говоришь как углы как удобно его мура сан я не верю в совпадение господи ну что мне еще делать чтобы вы мне поверили он перевел взгляд сменит с нее на меня в поисках поддержки я действительно думаю что но каком и даже не посмотрел в мою сторону а еще называйся другом не касано за минуту внимания готов кому угодно продать даже если киски действительно виновата он точно сделал это не со зла но не надо так сразу на него всех собак спускать а ты не касан тебе в глаза плюют а ты все божья роса не удивительно что ты пригрел на груди такую гадину каком и ну хватит это в перебор и знаешь ты все так не оставлю продолжала она чих вот эти киски я я бы хотел каком она видим достаточно правдоподобные угрозы не придумал в итоге фыргнул развернулась чуть не не бегом бросил в сторону нашего класса ника что она имела в виду киски выглядят по-настоящему испуганным подкараулит тебя после школы и тесак спину вставит всадит хотя с другой стороны если когома действительно беременна то ребенком рисковать не будет когда она отправит по твою душу деда а у него черный пояс по карате ты не смотри что он выглядит дряхом ты ведь сейчас шутишь а сам как думаешь с того спросил я его мура сан может быть очень убедительный когда хочет это точно и от этих слов в душе отозвалось что-то теплое словно хвалили близкого человека как она правда ничего мне не сделает продолжал вновь волноваться киски чего успокоиться я прослежу но все равно непонятно кто и зачем распускает эти слухи значит кому-то это выгодно выгодно я вернулся к мысли которая оборвала появление когомы если искать тех кого можно было бы назвать моими врагами в этой школе то в голову сразу приходят а сакура к вашим к вашим моих банда а сакура тут ранее было и с утра и не было в классе это еще ничего не значит наверное я хотел еще что-то спросить на прозвенел звонок до или при подстроила на зло подстроила специально потому что из-за из-за кого мы наш главный герой не захотел играть с ней в группе сакура не пришла и на второй урок конечно это сама по себе не было более странным чем самые вечные прогулы она могла вчера вечером пустить слух и по телефону уверен что у нее для этого достаточно знакомых школе я просто был не в состоянии спокойно сидеть на месте если не а сакура только вашим а конечно я не могу просто заявиться к ней в класс и начать начать кидаться обвинениями но можно поговорить цели так это или есть я с трудом дождался большой перемены и бросил старый класс музыки потому что никто кроме я ли не заходил к тебе домой только были не поверила спортом впрочем даже несмотря на то что вчерашний наш разговор закончился не лучшим образом я успел ей все объяснить так вот ты знал что она вчера приходила почему ты не подозреваешь втором кольном крыле было тихо я на мгновение остановился возле двери класса в нерешительности назад но затем собрался с духом и дернул ручку а вот или того богу или не изменила своим причинам вы слава богу или не изменила своим привычкам и сегодня тоже пришла сюда она просто сидела за реалем и смотрела в окно привет между поздоровался и они к я думаю ты не придешь флегматично отозвалась она извини за вчерашние тут я с похватился хотя знаешь мне ведь вовсе не за что извиняться я ведь не сделал ничего плохого да не сделал грусть ее голос все звучало непривычно но мне все надо стоит поговорить элита наверно уже слышала что рассказывать про с его мурой слышала и надеюсь ты этому не веришь его мура сан вчера не выглядела беременной улыбнулась она но скорее как обвиняемый на суде который так долго пытался оспорить приговор то в итоге осознал собственное бессилие я была хотя пошутить что у нее еще маленький срок но в последний момент передумал я рад на мне бы очень хотелось узнать кто распускает эти слухи или похоже посчитал мои свои риторическим вопросом поэтому я хотел спросить тебе может быть к вашим асота говорила думаешь это мари просила нас решена спокойно такой реакции я не ожидал но учитывая их отношения с его мурой да и у меня с ней были некоторые разногласия что говорить я не знаю не болтали все все мари то устранение к за мари то устранения не осталось а кто начал все это я не знаю понятно протянул я подошел чуть ближе к рояле но вдруг почувствовался нарушаю какую-то незримую границы вернулся к двери а из-за чего ты так переживаешь вы с его море сам любите друг друга какое тебе дело до мнения других людей любим скликнул я дает между нами ничего просто так сложились обстоятельства и все ну да конечно пустил все домой совершенно постороннего человека тут нечего стесняться ник я не стесняюсь однако от мысли о том что у нас кого могут быть настоящие отношения действительно становилось не по себе и это чувство было совсем не похоже на то когда тебе с тебя с тебе сватают самую страшненькую девочку в классе да не сказал зона страшненькая если бы что-то было я бы так и сказал глаза халили как будто на секунду забред забрежала один одежда но потом они вновь потухли просто я не мог ей отказать после всего у нее отец пропал дом сгорел и дом и единственный источник дохода к тому же а пожаре сгорели еще и все деньги да у нас есть кое-что вообще не буду отрицать но любовь или ты все неправильно поняла ты оправдывайся так словно я тебя обвиняю в чем-то пред предосудительном пожалуй я и правда слишком усердно выгораживал себе однако чтобы убедить в чем-то другого человека нужно для начала убедить в этом себя и не этим ли я сейчас занимаюсь мне нечего добавить я совсем забыл что собирался поговорить с ней о к вашими но похоже или больше ничего не знала я так понимаю что вакансия басиста тебе уже не интересно а да насчет этого естественно об этом я совершенно не думал эти от просто не самое лучшее время я подумаю когда все немного устаканится не надо стой не надо музыка это не та вещь который стоит заниматься из-под палки да но я чувствовал себя как нерадивый студент который боится бросить институт только потому что много сил было потрачено на поступление а за его учебу платят родители я все понимаю ник ничего страшно я не обижаюсь летят для тебя важнее его мура сам я только сейчас заметил стояли все время называть когома его мура сам она никогда не была так вежлива по отношению к ней наедине со мной я же говорю что я все все понимаю перебила на меня и в ее голосе звучали стальные нотки но раз понимает то чего спорить как ладно я правда не думаю что смогу помочь вам чем-то поисках отца его муры сам но если что обращайся или встала и прошла не у меня на ее лице читались одновременно решимость и печаль как будто она приняла очень важное но очень непростое решение спасибо сказал я в пустоту когда остался один возможно где-то в глубине души я догадывался о чувствах или как иногда догадываюсь а то следующей карты будет туз только вот с моей рукой туз начал перебор мне даже думать об этом сейчас не хотелось когда вас если на этом мы закончим наше знакомство так будет лучше для всех она действительно никак не поможет поисках отца когом и а вот усугубить ситуацию даже намеренно вполне способна я посмотрю на пустую порту асахуры ведь если им до сих пор все сходило с рук то уж распускание слухов сущая мелочь об этом даже говорить не стоит впрочем если когом и с дедом действительно у и уедут на хоккайдо то этот инцидент быстро забудется подростки охочи до новых впечатлений но вот с постоянством у них проблемы от мысли о том что я больше никогда не увижу когом и того не по себе словно я теряю близкого друга или конце концов мне тоже хочется докопаться то правда и узнать из-за чего на самом деле погибли мои родители следующем перемене я собирался поговорить с когом и но вездесущий учитель английского тут же утащил ее за ее с собой ко мне подошел майкл ник есть планы после школы да нет вроде а ты хотел сюда предложить пойдем домой вместе есть разговор минут на 15 ну окей не хватало сейчас майком ходить уроки закончились мы ушли в школу и поспеша не спеша направили в сторону моего дома майкл умолчался у нас забыл собирался поговорить со мной а может майкл все разболтал но я тебя внимательно слушаю никто и выяснил кто распускает суки про тебя и в амуру сан нет в процессе азит есть подозреваемые а сакура кавашима кому еще больше всех надо и у тебя есть доказательства а даже если вы были припони не сажают в тюрьму только за то что человек говно а ты больше не думаешь что виноват кезки нет наверное не знаю жерде конечно трепаться любит но беременность когда бы мы успели еще буквально вчера я не знал как его муру по имени ключит но теперь знаешь от любого другого человека вы воспринимаете слова как усмешку но на лице майкла было неопределенное выражение своей точности и одновременно задумчивой отстраненности тоже считаю что между нами что-то есть а это так нет не так вдохнул я не чувствуя в себе сил даже разлиться ресторан где она жива сгорел она попросила перекантоваться у мне некоторое время я согласился все ясно по крайней мере допрашивать он меня точно не будет и ты об этом хотел поговорить не только хотел тебе сообщить что я пригласил к 3 на свидание сообщить усмехнулся я на это сообщение отозвалось внутрь от вызвалось внутри тупым куклом и что она огласилась но поздравлением бед меня не дай ты не дождешься на будем считать сыр от за тебе некий а просто хочу чтобы ты если что с те взятки гладкие понимаю нескрываемый саркан звенит звенел в воздухе я ничего такого не имел в виду конечно очередная попытка майкла выставить себя честным другом не вызвала у меня такую же бурю негодование как в прошлый раз какой смысл упрекать человека в чем-то если он не понимает что поступает неправильно да и мне ли судить о том что правильно а что нет ладно я не хочу обсуждать кэтрин мне сейчас просто не до этого ты же видишь что вокруг меня творится майкл остановился и протянул мне руку береги сяник и ты тоже не уверен отозвался я тонн тонн как как тонн как друг вообще говно ты майкл сукилский блин они то они реально такие это как у меня друзья такие же были мы сначала хорошие но потом мы тебя мы тебя будем просто это гнобить и все такое говорит что мы круче тебя и прочая фигня что за дружба такая странная нет ну подкаешь было непонятно и все таки это разговор пробудил вам нет совершенно ненужный чипят чувства интерес как кэтрин отреагировал на слухи о том что когома беременна от меня до везде не ни разу не вгляну на катю да и вообще как будто забыл о ее существовании когома оккупировала не только мой дом на и мои мысли она в одночасье сделала свои проблемы моими доставила меня по-новому взглянуть на многие вещи том числе и на тесто казались незыблемы конечно понятно 100 к 3 не смогла поверить в подобную глупость но ведь дыма без огня не бывает вряд ли кто-то будет распускать слухи под которыми которыми нет но совсем никакой почвы я действительно последнее время много общался с когом и этого сложно было не заметить но должно ли меня вообще волновать мнение к 3 на этот счет ведь я на самом деле не рассчитываю что мы когда-нибудь снова будем вместе отставших ненужными вещей созданных боев сложно избавиться потому что мы слишком привязать к ним потому что мы чувствуем что теряем все это важное отправив вам на помойку мы думаем что эти вещи могут еще когда-то пригодится воображаем совершенно невероятный сценарий применения старой сковороды или сломанных ножниц ирония состоит в том что мы забываем о том что эта вещь вообще существовала уже через пару минут после того как выбрасываем ей идем в мусор конечно мне не хотелось сравнить мои чувства кэтрин со старой сковородкой но в каком-то смысле аналогия был местный думаю застал деда за просмотром телевизора извините как он не мог себе занятия найти днем я привык работать в ресторане а теперь все в порядке я понимаю нам голосе помимо моей воли прозвучало недовольство вы хорошо держитесь моем возрасте понимаю что все мирское приходящее однако ресторан жалко какома еще не пришла из школы не видел ответил дед неуверенно хорошо ему война начнется не заметит голод как часто бывает в это время дня занял все мои мысли мариюки сан как вы насчет пообедать думаю кого мы не обидеться если мы поедем без нее поедим без нее конечно не как он конечно и пянулся он с трудом стал и подошел к холодильнику три готовы неплохо но не хватало в его блюда какой-то изюминки рис имел пыльный привкус а может запах старости сбивал с толку мои оборонительные репет рецепторы нет ли ресторан долго продержался бы на плаву с таким шеф-поваром это заставляет еще больше уважать кагомы и и вклад в семейный бизнес марьюки сан ел медленно и был похож на медитирующего буддистского монаха я не хотел прерывать его размышления но и молчать дальше было невыносимо кагомы наверное много вам помогает помогал в ресторане о да кагомы тянг любой работе вы подходит ответственно когда только стала ведь нами три года назад головы тян совсем не умела готовить можешь в это поверить честно говоря верит с трудом кулинария не казалось не каким-то запретным знанием на освоение которого уходит вся жизнь но добиться таких успехов за столь короткое время это достойно уважения конце концов химитсу готова всегда сколько я ее знаю она провела много часов на кухне по вечерам после закрытия и ранним утром тренировалась пока не научилась это похоже на нее я понимаю что она никогда не хотела всю жизнь стоять у плиты или разносить еду под выпившим рыбакам но ее мать юно сан слишком рано покинула нас то есть не случилось его глаза заволокла пелена и старик ставился к себе в тарелку будто забыл о моем присутствии парилки сан кагомы тянь сама расскажет тебе когда придет время это когда придет время звучало несколько угрожающе но не буду же я допытываться спасибо мариюки сан был очень вкусный я помою посуду и без спасибо нику кун за все тарик вернулся к телевизору а я пошел в свою комнату взял наугад книгу с полки это оказался роман голдинга шпиль не помню даже откуда у меня эта книга я когда-то читал повелителя мух но толком ничего не понял кроме того что оставлять подростков без контроля взрослых плохая идея люди не сдерживаемые внешней силой будь то закон религия или мораль рано или поздно скатываются к первобытным формам существования насколько кого шима со сакурой были похожи на героев повелителя мух отличие от или не думаю 100 от них кто-то ждал великих свершений следовательно отсутствовало давление сверху а богатство устраняло давление снизу конечно моральным контролью контролером могло бы послужить воспитание но судя по поведению девчонок этой задачи их родители не справились возможно окунувшись во взрослую жизнь кому шима со сакурой и возьмутся за ум а может с возрастом нормы поведения в обществе от которых уже никуда не денешься накинут хомут на животные инстинкты но пока мы все вместе терпим кораблекрушение на этом острове школе для богатеньких а я чувствую как они поклоняются голове свиньи насаженный накол рассчитывая взамен получить удовольствие но сто важнее уверенности безопасность наступил вечер а какому все не возвращалось я начал беспокоиться и ходил по дому из комнаты в комнату а вот мариюки сан мирно спал перед включенным включенным телевизором и как будто вовсе не переживал за свою внучку на улице давно стемнело я приготовил нехитрый ужин и позвал деда к столу вот так весь день спишь а потом ночью уснуть не можешь марёки сан вы знаете каком и для нее нормально вот так целый день где-то пропадать не знаю ни как он каком эти она же девочка взрослая а я не в том возрасте чтобы следить за ней когда синди был с нами да надеюсь он найдется знаешь когда синди был примерно в своем возрасте я радовался он так любит учиться хочет связать свою жизнь с наукой но в итоге стоило ли оно того я всегда понимал что каком и тян тоже не захочет заниматься ресторана после моей смерти да и ведь от него сплошное расстройство я-то конечно не могу просто все бросить на молодым она зачем а теперь уже и самого ресторана больше нет я молчал да и марьюки сам похоже не ждал утешений мы поели и просто сидели в тишине если бы я знал где искать каком это сейчас бы этим и занялся почему меня вообще должно волновать и отсутствие я пустил их на постой а теперь еще и позволю какому управлять моей жизнью в дверь громко постучали его то а вот и она а это не какому видим я бросился открывать так быстро словно ждал этого весь день а нет вот она где ты была мы волновались на крыльце стоял каком и выглядела на усталый кто это мы я и марьюки сам уверенно дедушка и не заметил что мне нет какой-то степень а даже права так ты даже не войти я постранился и пропустил ее в дом агом и тян тарик опять начал засыпать но раз ты дома я пойду спать спокойной ночи он под поднялся с пола медленно пусть я всеми суставами играть развалиться а затем не спеша про поплелся в комнату знаешь у нас есть такая поговорка в чужой монастырь со своим там не ходят и пока ты живешь здесь то будь добра ставить меня в известность во сколько ты вернешься конце концов это естественно у тебя ведь даже нет ключей а где дома сердито брось вакоголой подошел к плите где в кастрюле и и дожидались остатки ужина вижу ты не голодал не о животе моем заботься не касаем ну хоть истерики а искала отца хорошо но ты могла предупредить наверное могла голос вдохнула и закрыла крышку кастрюле но не посчитала нужным я видела что ты ушел из школы с тем американцем майкл его зовут майкл как угодно она вела себя холодно и даже враждебно возможно что-то случилось во время поисков отца но я уже настолько завелся что не мог остановиться тут бьется тебя что-то не устраивает я тебя здесь не держу и мы скоро уйдем принесла на совершенно спокойно а сейчас извини но я очень устал это же пойду спать так что в итоге что в итоге но ты искала отца есть какие-то результаты отсутствие результатов тоже результат угол внимательно смотрел на меня не двигаясь с места и высоко кто совсем недавно просил помощи действительно события последних дней это двинули на второй план исчезновения ее отца так было для меня но для кого мы да извини мне следовало предупредить тебя вдруг смягчилась она я пыталась искать не симуру сана но безуспешно думать к он как только увидел бумаги так сразу побелел кстати бумаги только сейчас я вспомнил про документы из-за которой печеносы попал в оба какому ничего не ответила лишь упопустила голову понятно лучше бы ты их оставил у меня чуть не сорвалась у меня с языка картина вырисовывалась безрадостная однако гома не может противостоять всей мощи корпорации осознает ли она это не касаем можно я пойду спать конечно я в тянь держу на самом деле мне не хотелось еще много моего мне хотелось еще о многом и расспросить но нужные вопросы как на зло в голову не приходили тогда спокойной ночи покой и ночи погом медлево не касано что ты хочешь на завтрак может это с первого взгляда незаметно но я благодарна тебе за все что ты для нас делаешь я больше ничем не могу тебе отплатить но хотя бы готовить я умею ты ничего особенного не надо не будешь бы ты варить борщ усмехнулся я борщ что это но это суп такой свекла картофель капуста морковь мясной бульон может кто-то еще не знаю даже бабу б-о-р-р-щ а пыталась выговорить когом и ложное слово для японца улыбнулась и пошла спать она закрыла собой дверь в комнату а я еще долго сидел на кухне и по такой аккомпанемент телевизор размышлял о том что стало с моей жизнью могло ли вообще что-то пойти по-другому иными словами мог ли я закрыть дверь прямо перед носом пропавших пропавших дымом когом и с дедом оставить их на улице и без задней мысли заняться своими делами забыв об этом досадном инциденте фактически когом и вообще не дала мне выбора конце концов у меня дома действительно полно свободного места а больше она ни о чем и не просила когда чайка требуют поступиться чем-то значитель незначительным ради того чтобы соответствовать социальным ожиданиям он обычно соглашается когом и не требовал мне денег она просто вселилась в соседнюю комнату и начала готовить завтрак а иногда обед и ужин какой-то степени эта ситуация напоминала наше отношение с кимицу только вот случае с ней я всегда мог закрыть дверь изнутри прикинуться больным или просто игнорировать ее а чайка с которым живешь вместе игнорировать не так уж просто и самое странное что в целом меня больше волновала именно потери этого эфемерного контроля они сам факт соседства с когом и ее дедом морюки сам сущности был милым старичком который не доставлял особых хлопот то касается его внучки я до сих пор не мог для себя решить как не следует носиться когом и как я хочу к ней относиться при других обстоятельствах мы были через полгода закончили школу не перебросившись и десяткам слов и больше никогда бы не увидели друг друга конечно из или моих знакомствам на и знакомства во многом случайно но с ней у нас все же как-то будто есть что-то общее хотя бы музыка с какого же меня объединяет только квояж корпорейшн который причинил вред нам обоим а как известно чувства зарождающиеся в стрессовой ситуации редко бывают долговечными однако чувства конечно дело можно может быть в слухах но какого беременна от меня теперь я волей неволей буду представлять как бы развивалась моя жизнь по этому сценарию не думай о белом медведи или там была обезьяна мыслями о животных альбиноцах я отправился спать так это уже вторник это какая неделя получить с третьей недели за стороны наконец будет скорее всего хорош консола к нам не ждать о окей вот это уже что-то интересное но мы не будем это мы потом пройдем следующий раз сейчас дано заканчивать как бы я не хотел так во сколько у нас там чего от на открыто галереи нового по-моему песня появилась но по сути 20 осталось картинок так а и 59 вот так носом это была игра любовь деньги рок-н-ролл игрой конечно тяжело звать это больше визуально но кто-то считает стоит тоже игры это уже каждому свое так сказать она всем спасибо кто смотрел всем удачи до скорой встречи еще увидимся